Музыка По российскому комитету рабочих считаю открытым И первое, я хочу сказать, российский комитет рабочих должен выразить и мы выражаем большую благодарность Депутату Государственной Думы Олегу Васильевичу Шеину За то, что он очень здорово помог нашему товарищу, лидеру профсоюзов, докеров, помечеву Против совершенной, против него, внустнейшей провокации Если вы не в курсе, два слова скажу Что ему, значит, как неугодному лидеру в машину подсунули наркотики Причем это было сделано в грубой форме Он даже был арестован Заведено было дело А вы знаете, от наркотиков отмыться это очень сложно И вот Олег Васильевич с его помощью Дело прекращено Значит, все в порядке Правильно я говорю, да? Да? Да Вот То есть мы тоже И российский комитет рабочих, и наш совет рабочих Мы посылали также циликрамму в Ленинград Ну, а что? Циликрамму возмущения против такой Таких действий милиции Вас благодарим, Олег Васильевич, за поддержку Хумячева На сегодняшнем заседании российского комитета рабочих предлагается следующий по несколько днях Первое Первое О ситуации с проектами Трудового кодекса России Доклады депутата государственного комитета И президента фонда рабочей академии Попова Вы понимаете, почему этот вопрос Ставится уже нами на протяжении Вот нескольких Значит, собраний Заседания российского комитета рабочих Я считаю, что в Госдуме нет Важнее сейчас вопроса Законопроекта Значит, вот По этому По новому Кодексу Второе Индексации заработной платы Докладывает Правком Докеру Ленинграда Лучше них Об этом Мы считаем Никто Не доложит Третье Обмен опытом борьбы за скоронение отечественного производства На люк Здесь Будет идти речь о заводе Красная Сормова Я расскажу Этапы борьбы Последних двух Лет А Татьяна Васильевна Доложит Ну, доложит О ситуации, сложившейся На сегодняшний день Она это лучше Всех знает С заводом Красная Сормова И четвертое Обмен опытом работы профсоюзных организаций Здесь у нас докладчика нет Значит, у кого Я, значит, повторяю У кого есть положительный опыт Пожалуйста, на трибуну И, значит, по делу Обменяемся опытом работы Вот Такая повестка дня Есть, может быть, уговорчивое наполнение по повестке дня? Нет? Тогда мы, значит, я ставлю на голосование Кто за то, чтобы данную повестку дня принять Прошу проголосовать Мандатами Против 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 Нет Воздержавшихся Таджины Повестка дня Принимается Дальше нам надо Избрать две комиссии Мандатную Все Ничего я не забыл Переходим К работе Первое слово предоставляется Депутату Государственной Думы Шейну Олегу Васильевичу Вот По дорогому кодексу Пожалуйста Спасибо, Эдухи Васильевич Уважаемый товарищ На Весеннем заседании Российском сенте рабочих Мы с вами уже обсуждали Эту ситуацию Которая состоялась вокруг Кодекс законов о труде Я бы хотел сегодня Поэтому остановиться Только на нескольких позициях Первое Это результаты нашей работы За истекшие полгода Второе Это изменение Некоторое Политического ландшафта Которое Произошло Применительно В правиле экзота В Думе И третье Это наши перспективы По крайней мере На то время Которое мы с вами Можем прочувствовать Прочувствовать 17 мая Та акция Которую мы запланировали Прошла достаточно успешно Я полагаю Что сегодня Я еще расскажу Дополнительно Как все это организовалось Но по нашим оценкам В общей сложности В ней принял участие Порядка Трехсот тысяч человек Это была И приостановка Производства Допустим На заводе Красная Сурмонова Ясно Что докеры В этом плане В киноучастие Приняли в работе Это были и митинги Собрания на предприятиях Это прибыло Допустим Массовый картер В Каденгарске В Астраханске Это были и митинги Непосредственно на улице В частности В Самаре В Оренбурге В Москве В Ленинграде Он сейчас Имеется Не только на русском Но и на английском языке Готовится Страница На французском Так что Те товарищи Которые имеют Выход в сеть Могут ознакомиться Более подробно С тем Такая была Проведена работа Причем она продолжалась Так же и после 17 мая В частности В Ленинграде В июне В Москве Петитирование В Ленинграде И сама Эволюционная Комитета Защиты Рабочего Законодательства Так что В этом плане Нам действительно Удалось сформировать Определенные Политические И правосоюзные Течения Это бесспорный Факт Завтра Которые Отрицать невозможно Более того Нам Что очень важно Удалось Расширить Тот оплаты организаций Которые мы имели ранее В частности Очень большое Приняло участие В акции 17 мая И последующих действий Кроме тех Кто уже до этого Работал Кроме Кромозащиты Скажем И соцпрок И Ряд Профсоюзных Организаций О докерах Я не говорю Потому что они С самого начала Участвовали в работе Уже последние несколько лет И Железнодорожники И многие другие Второй момент Вопрос Также начинает приобретать И общественно Значимый характер То есть Идут и активные В этом плане Оживленные дискуссии В частности Предполагается Проведение Очередных Парламентских Слушаний Они Намечались На 14 октября Виноват на 16 октября Теперь Они сдвинутся На 14 ноября Поэтому Я как Депутат Государственной Думы Дам дополнительную информацию Мы разрешаем Необходимые приглашения И Нам будет важно В ноябре Соответственно В Москве В парламенте С тем Чтобы Выставить Свою позицию Как рабочего движения На ситуацию С Кодексом И заодно Наметить Наши дальнейшие Традиции К сопротивлению Той реформе Вместе с тем Надо заметить Несколько изменилась Политическая раскладка За прошедший период В частности Появилась Инициатива Так называемой Группы Восьми депутатов Я полагаю Михаил Васильевич Становится подробнее На этой разработке С попыткой Фактически сдать Действие Судового Законодательства Инстремировать Некий промежуточный Документ Между тем Что есть сегодня И тем Что требует правительство Ключевой момент Когда Профсоюзы ФНПР Являющиеся фактически Тиневыми разработчиками Этого проекта Восьми Ключевой момент Который Они сдают Право на труд Работников Они отказываются От бесспорного Право профсоюзов Блокировать Увольнение Людей По сокращению Штатов По несоответствию Занимаемой Должности Именно От этого права ФНПР Намерен отказаться Эту позицию Они очень четко Отзвучивают И здесь Нам конечно Будет достаточно Трудно Работать Потому что Вот та страна Где правительство Где администрация Президента Где работодатели Они сейчас получили возможность Сказать Всей стране Смотрите Профсоюзы Как бы самые большие Говорят что им это право не нужно А нужно А нужно только Малу Поэтому здесь Конечно Нам нужно будет показать Поданное лицо И ФНПР И заодно тех организаций Тех фракций В Думе Которые выступили В качестве Озвучивателей Вот этой инициативы ФНПР В первую очередь КПРФ Но кстати там в числе Вот этой группы Восьми не только КПРФ Там и Союз правых Силы отечества То есть все эти фракции Государственной Думы На минувшей неделе Мы вот в рамках Профсоюза защиты Проводили консультации По вопросу о том Когда нам организовывать Организовывать Очередные протестные действия И мы предложили Бразильским Наметить их На начало декабря Может быть на первое число По следующим Причинам Ну Во-первых Согласно того Плана работы Который утвержден Государственной Думе Предполагается Рассмотрение проекта ЗОП на декабрь месяц Конкретную дату Мы сейчас не в состоянии Присчитать Потому что Она будет определена Советом Думы Буквально где-то в ноябре Нам Понятное дело Надо планировать Как бы более раньше Второе Значит Начало декабря Это еще период Когда Ну не так что Были сильные морозы В стране Не учитывать Климатический фактор Тоже невозможно И в ряде где-то Температура упадет Ниже 50 градусов То есть Здесь можно будет В том числе Проводить Проводить мероприятие Скажем На улице Это тоже где-то Имеется Ну и наконец Файнклэр Судя по той информации Которая поступает Будет проводить Некую работу Накануне Парламент Накануне 16 16 ноября Накануне 14 ноября Поэтому Здесь уже Немножко Ситуация такая Общественная Она будет Расскажена Поэтому Мы Приложили в качестве 1 декабря Это пятница Завершающий день Рабочей Недели И Если только Не будет у нас Каких-то Ну серьезных Подвижек То дата наверное Более-менее Приятна Причем надо сразу Заметить что мы Сегодня можем смело Говорить о том что Действия в защиту Российского трудового Законодательства Привали международный Резонанс Я немножко упустил Когда рассказывал Про события 17 мая Что были в том числе Акции Солидарности с нами В Западной Европе В частности Когда Квинт Путин Приезжал в Лондон Встречался там Кто-нибудь Его встретили Не только Скажем Стовольники Независимости С улики Ичкерия Ну и представители Рабочего класса В частности Товарищи Из лондонского Метрополитена Из общественного транспорта Города Лондона С плакатами На русском языке Некоторые из них Ну вот такого вот Не совсем Сонзурного Содержания С требованием Чтобы правительство России Оно не принимало Те рабочие проекты Главового кодекса На октябре месяц Когда Господин Путин Намерен посетить Город Париж Такие же акции Намерены Наши товарищи Во Франции В ходе поездки Которая у меня была По приглашению Европейских Профессионеров Достаточно Достаточно Хорошие контакты С Рядом Организации И в Великобритании И во Франции И в Испании Поэтому я полагаю Что туда мы Определенную поддержку Будем иметь И в этой связи Сейчас просто Нам очень важно Где-то повторить Тот сценарий Который мы делали В Испании В мае месяце Он показал свою Продуктивность Он, я напомню Был всеохватывающим То есть включал в себя И массовый сброс Листовочно-печатной Продукции Здесь в первую очередь Огромные Думаю, мы все должны Выразить благодарность Профессионеру Докеров Который взял на себя Выпуск газеты Трудовое право Стотысячным тиражом Значит Защита месяц Со спортом выпустили Дополнительный Еще пакет листов Все мы их видели Тиражом в порядке Четырехсот тысяч экземпляров Еще выходили Дополнительные тиражи На листа Второй момент Это, конечно Приведение собраний Митингов на предприятиях Прямой выход На депутатов Государственной Думы От тех территорий Где вы проживаете Причем И вам как защита И движение за рабочую партию Предлагаем также Осуществить Пикетирование Офисов депутатов Никто никогда не пикетировал Офисы депутатов Государственной Думы Ни в одном регионе Все сюда пикетируют Либо Администрацию Территорию Либо Какое-то место Законодательное Собрание Поэтому здесь Небольшой Хотя бы пикет Около Офиса Депутата Госдумы Допустим Он будет иметь В каком-нибудь Барновой Очень высокий Общественный Законодательное Законодательное Место С призывом Не принимать Достаточно Достаточно Успешно Законодательное Законодательное Я полагаю Я полагаю Законодательное Законодательное Депутат Проект Депутат Депутат Общественный Там никогда не бывает Пакет На голосовании Там любой Депутат Голосует Как Это Вторая Я за руку, поскольку я в приверженность, будем говорить, КПРФ, объясните, почему КПРФ там выступает, вы прямо говорите, что она против выступания нашего рабочего кодекса. КПРФ выступает в очень понятной причине. Во-первых, надо понять, что такое КПРФ в Думе. КПРФ в Думе – это директора предприятий, это бывшие партии, ну и нынешние партии, чиновники и какая-то вот доля, значит, той интеллигенции, которая всегда была где-то рядом с областными комитетами партии. КПРФ выражает интересы именно директорского корпуса, это очень четкая позиция. Они себя везде идентифицируют не как партию, трудящейся, а как государственно-патриотическую партию. А есть первый государственно-патриотический интерес, в чем сейчас заключается? Раз она развалена, значит, надо, чтобы рабочие ее восстановили. Как лучше всего это сделать? Чтобы они больше работали. И желательно бесплатно. Значит, скажешь, не ваша иллюстрация позиции КПРФ минувшей недели. Все, наверное, хорошо помнят, что голосовался вопрос о льготах депутатам, в частности, о пенсионном обеспечении депутатов. Сейчас пенсия депутата Госдумы стоит порядка 5-6 тысяч рублей в месяц. И, допустим, человек, ну рабочий имеет такую же заработную плату, что и депутат, ну, как бы квалифицированный рабочий, например, на «Газпроме», он будет иметь пенсию в 4-5 раз меньше, ниже. Но когда этот вопрос в Думе голосовался за то, что у депутатов была такая же пенсия, которая сейчас проголосовало всего 24 человека. Из них не было ни одного, чем на КПРФ. Абсолютно. Точно так, что и все другие. Именно КПРФ выступила в Думе в лице господина Лукьянова с инициативой вообще снятия прав профессиональных союзов. Значит, в том проекте, который вносил ФНПР, Лукьянов давал свои замечания по практике, и он хотел отобрать даже те какие-то реликты правосоюзных свобод, которые еще хотел оставить ФНПР. Ну, например, там, право на помещение, право на согласование графиков сменности. Лукьянов спрашивал, зачем все это надо делать? Есть соответствующие океанские заключения. Поэтому КПРФ сейчас Думе выступает как один из ударных отрядов реакции. Это очень четко видно по всем голосованиям весны и лета. Еще вопросы? Пожалуйста, представитель Ильич. Это АО «АвтоВАЗ». Весельская Вера Андреевна, член КПРФ. Вот Вы сказали, что теневые разработчики кодекса ФНПР, проектная смесь, дают право на труд работников. Уточните вот это вот конкретно. Конечно. Ключевые. Значит, ну, мы все с Вами знаем 33-ю статью с пункта 1, 2, 5. Значит, увольнение по сокращению штата по несосредственной должности в связи с длительным более 4 месяцев в адресе. И 35-я, кстати, часть второго, о том, что нельзя это вовольнение осуществлять без согласования с профсоюзным комитетом. Вот именно от этого права ФНПР решил отказаться. Они вообще его сняли. Значит, я, чтобы хотя бы какую-то линию, там, ну, ближе к нашей она была, удержаться на ней, все-таки убедил их там немножко скорректировать формулировку. И сейчас она у них, я с ним часа, наверное, три его дебатировала, значит, таким образом, что профсоюз должен доказать работодателю, что данное сокращение, допустим, является необоснованным. Я прекрасно понимаю, что профсоюз не сможет это доказать, потому что работодатель всегда обоснует любое сокращение штата. И, допустим, несоответствие работника занимаемой должности. Это достаточно, ну, несложно сделать, но я прекрасно понимаю. Это право на труд является сейчас основой вообще любого профсоюзного движения в стране, потому что это прикрытие для работников от административных расправ. Особенно это право на труд, оно важно для, ну, скажем так, вот, новых профсоюзных намного права. И именно от него, конечно, про отказаться. Причем у нас же есть примеры, из Иберуссии, из Украины, из Казахстана, где такая реформа, она уже предошла. В качестве еще одна небольшая иллюстрация, сейчас товарищи в доме рассматриваются поправки к закону о забастовках. Я немножко отвлекаюсь, но я думаю, ну, правда, да? Значит, так, это был спор. Значит, там ФМПР вышло с такой инициативой, что вот верительный работ, который работники обязаны выполнять, ходит забастовки, он согласуется между официальными большими профсоюзами, но не хотит только на себя что-то думать, и правительством, это для всей страны. Потом еще более широкие перечни работ, которые работники обязаны выполнять, сделать с нормой регионов между областями, профами и администрациями территорий. И, наконец, еще более широкие перечни, так сказать, третье, вот такое, кольцо, сделать с новыми предприятиями. Причем в том контексте, который сейчас мне написали, если вот стороны, то есть профсоюза и исполнительственной власти нашлепщего языка в ходе переговоров, то однозначно исполнительственная власть может взять и вести свой собственный список тех работ, которые работники обязаны выполнять в любом случае. Вот я туда внесу некоторые поправки, вроде бы они через рабочую группу прошли, которые это дело дозавыруют. То есть там два момента, значит, первое это о том, что как бы не только ФМПР, а вот тот процесс, в котором состоит в работе, то есть понятно, если человек, член, допустим, профсоюза «Солидарность», например, да, почему за него должны решать вопрос о его праве на запасовку деятелей из ФМПР? Совершенно непонятно. Вот эта поправка моя, она через рабочую группу прошла, посмотрим, пойдет ли она сейчас через комитет и пленады, это свидание. И второе, значит, не так, что как исполнительного закончится, список она и ведет, а так, что если она хочет какой-то список вести, то она должна доказать в суде, что действительно при остановке этой работы она придет, что кто-нибудь, допустим, скончается, ну, например, там, врачи, скорость медпомощи. Но это, опять же, все половинчество, потому что больше там добиться невозможно. Это очень характеризует позицию ФМПР сейчас в парламенте, что под вот этой вывеской якобы защиты трудовых прав работников фактически подтаскиваются самые реакционные законопроекты, которые в лучшем случае удается немножко, как бы, хотя бы сгладить, чтобы они не носили совсем уже разрушающую для рабочих организаций карту. Да, вы ответили, но больше вы ни на чем не можете акцентировать внимание. Вот это вот только статья, да? А это ключевая статья. Да, она ключевая, да. Ключевая, я понимаю. Более широко, потому что, как я понимаю, вот именно как садокладчик по вопросам, связанным с азотами, более сконцентрируется, вот я на организационной стороне, а ООН на стране правовой, по крайней мере. Хорошо. Так, а вот в предыдущих заседаниях, вот таких вот, как сейчас проходит, нам сказали, что были какие-то замечания по проекту о реляне, и должны были быть они учтены. Да, они учтены. Какие-нибудь изменения внесены? А у нас можно будет вот эти поправки нам уточнить, чтобы мы могли их на себя доложить? Нет, это просто у нас разрушается специальность. Я вам, в двух словах, отвечаю, что поправки учениц, в том числе я сам, когда много учениц внес изменений, там на самом деле были неправильные моменты, порядок политики, не так, чтобы стратически, но, как говорится, предела совершенства нет, вот мы решили совершенствовать. Так, а вот еще вопрос, вот по раскладу сил проекта в реляне, как в Думе, там, в фракциях различных? Ну, я думаю, что сейчас, в связи с проявлением проекта восьми, ситуация, конечно, улучшилась для нас, потому что, если этот проект восьми идет от КПРФ, то, конечно, в значительной степени КПРФ, она будет теперь голосовать за проект восьми. Но наша задача, по крайней мере, четко выразить свою позицию раз в парламенте, и, во-вторых, не дать провести в Думе ни проект восьми, ни правительственный проект. Это вполне реально, по силам. И нет, сколько мы людей, которые комбилизуем, и отработаем депутатами, ключи-одномандальщиками, конечно, то мы добьемся этой задачи в декабре месяце. Вы все хорошо знаете, предполагалось рассмотрение проекта трудового кодекса в Думе еще в июне этого года. Более того, его хотели рассмотреть, чем в прошлом году, потому что его примаков унес в феврале 99-го официально. И мы каждый раз передвигаем эти сроки вперед, 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 и я думаю, что мы можем их перебинуть и на следующий год. А где оптимально, это вообще проводить правительственные документы и полностью расчистить это пространство. Пожалуйста, еще вопрос. Я хотел спросить, вот как в Думе блок единства, то есть у нас депутаты, ну, у нас в Ленинградской области, там, людей, ну, в общем-то, довольно много от этого блока. Как блок единства проекта? Значит, единственное, что всегда голосуют так и скажут правительственные. Когда Грозлова, кто-то спросил, а вот если президент, допустим, внесет неправильный там неправильный законопроект, то будете ли вы за это голосовать? Грозлов светил так. И он перестил, что ни президент, ни правительство не могут по определению внести неправильный законопроект. У нас есть такие базы, значит, депутаты, как бы некоторых, не очень обеспеченных, вам так говорить, материальных, абсолютных работников пытаются переманить. Для этого база существует какая-то. То есть вопрос такой, какая заработная плата у депутатов, уж сами, если это не секрет, да, и какая заработная плата у помощников, и вообще, как вот эта структура работает. И чем, в принципе, помощники занимаются? Вопрос под вопрос, как бы, второй. Вот у нас есть такое, как бы, некоторое мнение, что у некоторых депутатов, помощники занимаются, в общем, не депутатской деятельностью, а там лоббированием, там, определенных интересов. Насколько это было? Я тогда просто раскладываю. Значит, заработная плата депутата 9 тысяч в месяц, значит, ну, за вычетом там налогово получается порядка 8. Значит, у помощника заработная плата где-то 2 700. Значит, у депутата 5 помощников на освобожденной основе, то есть, которые вот будут за деньги, и 30 помощников, значит, на неосвобожденной основе, просто которые имеют удостоверение. Кроме того, у помощников есть право командирования, да, мы депутаты бесплатной в правительстве стороне, это, наверное, как бы, ключевая привилегия, которой я во всю старую использовать. Кроме того, у помощников есть возможность командирования их в различные, как бы, города. Ну, допустим, у меня по профсоюзной группе в Москве помощником является Олег Парисович Бабич, я думаю, многие его знают, как активист профсоюзащита. Значит, он выезжал и в Киров, и в Тулу, и в Кемеровскую область, как раз по всем нашим делам. Ну, а у кого депутат, какой помощник, чем занимается, зависит, в первую очередь, от того, что интересно саму. Значит, это заработная плата, и расхватил премиальный. Расхватил премиальный в этом мире, мне сейчас сложно немножко сориентироваться, потому что где-то тоже порядка месячного оплаты. Отпустные есть у вас? Отпустные есть, и большие. Выдовольны, значит, порядка где-то 50 тысяч рублей. Мы сразу обогательны, как, кто встает в защиту. Еще вопросы? Нет вопросов. Спасибо, господи. Михаил Васильевич. Векомендарь, я могу вести право, сам, где я буду, чтобы сюда. Это президент фонда рабочей академии, консультант, российского комитета рабочих. Значит, я хочу уважаемым представителям нашей организации, которые здесь собрались, напомнить некоторую историю, подчеркнуть именно то, что сказал Олег Васильевич в своем докладе. У нас очень хорошие шансы на то, чтобы блокировать правительственный проект, не пропустить проект восьми, расистить поле, и на расистическом поле продвигать тот проект, который выражает позицию профсоюзов, и который развивает трудовые права по сравнению с действующим законодательством. Причем это появилось с самого начала. Начало мы можем считать 1994 год, когда угодите российской комитета, опубликован был анонимно проект трудового кодекса, и поскольку граждане, которые его составляли, думали, что вообще не то, не в состоянии, не в состоянии, не в состоянии, они даже не удосужились писать о том, чей это проект. Я сказал, вот есть проект, вот, пожалуйста, обсуждать. Но, надо сказать, он был встречен рядом с обстоятельствами, с работников депутатов, в штыки с самого начала. В Думе такое непроизвольное обсуждение состояло, где из 22 человек 20 выставов против, и, так сказать, его уже не застоплено в Саратов. А в 95-м году, вот это и в 94-м году зарегистрирован был фонд рабочей академии. Вот так сейчас удачно складывается, что один из руководителей фонда работы академии Олег Васильевич Шень является депутатом, во-первых, во-вторых, значит, у истоков этого проекта, который изначально был предназначен на то, чтобы в позитивную роль играть, прогрессивно развивать права, а не вредать, у истоков стояли два профсоюза, это профсоюз защита прежде всего, и профсоюз докторов, вот, и фонд рабочей академии, как некое неотдельное, так сказать, образование, которое должно какое-то свое, так сказать, дело и делать, или какую-то свою позицию иметь. Это не есть политическое образование, это есть фонд содействия обучения у рабочих, он, естественно, ориентируется на те рабочие организации, которые отставили наилучшим образом права работников, и, естественно, распространяет этот опыт во всей России теми средствами, которые есть в его распоряжении. Значит, в следующем году уже, можно сказать, через год после появления этого проекта, который всех работников перепугал очень сильно, потому что там все отнималось, что поможет было отнять, мы думали, что уже никогда такое не появится, пока снова не увидели правительственный проект в 1999 году. То есть появился проект фонда рабочей академии профсоюзов, и очень долго мы тут мытарились, как вы помните, на Российском комитете рабочих потопа, наши преданные товарищи из ТПРФ и РРП долго начали решать, носить или не носить, и это тянулось чуть не полтора года. И тем не менее, надо сказать, что наши противники, в числе тех, кто хотел рекомендациями Народного военного фонда выполнять и урезать права работников, они еще больше, так сказать, где-то оболынили. В итоге получилось, что первым трудом поступил проект фонда рабочей академии профсоюзов. Тогда его внесли Корсаков, Григорьев, Шанбин и Ио. Надо сказать, что в отличие от того, что мы наблюдаем сегодня, когда депутат, так сказать, действуют и продвигают свой проект, еще не оброчу читал его, вот все играет с большой реакцией, все такое место. В свое время Игорь Рокосадин Васильевич сказал, что все-таки признать этот титан. А вот почему мы это установили, потому что в том проекте, когда первоначально появлялся, все было здорово, но все другие профсоюзы, в том проекте, который профсоюз здесь сначала сделал, говорится. Поэтому мы, так сказать, понимали, что если миллионов прочитал, он такое никак не отставил, потому что ибо профсоюз отличался полностью. Там есть профсоюз и не все. Вот. И надо сказать, что в том проекте, который был сделан в Лондонем Рабочей Академии профсоюзов, во-первых, учтен опыт коллективных договоров и коллективных трудовых споров. Вот это первый вариант. И второй вариант, в нем, конечно, никакого отключения тех или иных профсоюзов нет. Какие профсоюзы защищают интересы рабочих? Ну, какие защищают, они защищают. Где это, по-настоящему профсоюзу? Где это, по-настоящему профсоюзу? Где это? Просто из единства и так далее. И, в общем, я думаю, надо будет нам сегодня вообще этот вопрос пообсуждать специально по профсоюзу обмене оптимопсоюзных движения, потому что вообще говорят, практика задирания себе волос, когда раз по-настоящему профсоюзу друг друга съедает. Она ничего хорошего не несет, хотя я вовсе не хочу сказать, что положительные ролики комитетов и деятелей, и лидеров имеют место. Я хочу сказать, что неоднородные профсоюзные организации, например, мы на форекс получили очень много самых разных профсоюзов, причем, невзирая на заявление руководства МОНПР, масса профсоюзных организаций областного города прислали положительные отзывы, а Калининградский профсоюз числом 150 тысяч человек, Калининградская организация МОНПР участвовала в акции 17 числа, и поэтому мы заявляем, что он против, ну, вот если мы просто практики, не то, что там кто-то нравится, мне нравится, не может, потому что, как, что, зачем мы же МОНПР это представим только со шмаком, не можем этого делать, мы должны быть реалистами, смотреть, кто сделал, и кто, давайте соревноваться, кто лучше защитит интересы пророчек. У нас в МОНПР с вами провели предложение, пророчие? Уже очень хороший, я вот, здесь вопрос есть, я могу об этом сказать. Значит, таким образом получилось, что первым, в Думу, в пользу этого большой подготовки, которую проделало правительство, что на новой законодательности пошел проект Рабочей Академии и профсоюз. И это, конечно, там поверло много сведения в правительственных кругах, и, значит, нас стали с ножом в борту подходить, давайте в технику экономической обосновывать. Согласно регламенту, как только мы ему дали, сразу поехал бы проект в правительство, в правительство написало отрицательный отзыв, и, естественно, его выкинули. Поэтому, значит, мы там все время писали, что наш проект, поскольку он никак не требует никаких отчислений из бюджета и не требует никаких финансоэкономических обоснований. Их мотали как в течение полугода или года. Но, наконец, все-таки они, посчитав, что все-таки требует обоснования, мы его не дали и выброси. Вот, когда образовалось это безрадочное пространство до 99-го года и вот в 99-м году как сказал Олег Васильевич правительство Краманково красное, как почему-то его считали, я не знаю, почему у него красота, особенно теперь стало это ясно, когда появился блок отечества вся Россия и те, оказался, Примаков, и когда он нашел с правами и за единый действие. Но вот для нас, скажем, для тех, кто очень хорошо помнит, что он внес, это как-то не кажется удивительным, тем не менее, нас убеждали, вот прямо не совсем наш родной есть, кто-то говорит сам Примаков. Что-то политическое внесло, ну и тут же был внесен, надо сказать, большую роль создал совет рабочих Москвы, совет, потому что мы, надо сказать, честно скажу, что так, устали в этом плане, и можно сказать, что ленинградские товарищи, которые там участвовали в этом, мы думали, что там шансов нет, вот благодаря деятельности. А там буквально Василий Иванович и член его совета, и другие товарищи из Москвы, они буквально от Селезнева изловили на одной встрече, на другой, клятвы с него брали, что он будет продвигать этот проект, тот клялся, что будет, вот, и так, и сейчас, и кончилось дело тем, что, значит, других изловили, наконец, требовали, чтобы в Ляре внес, поскольку он, его, вроде, сказал, что он, я революционер, коммунист, он говорит, носи тогда, если ты за народ, он говорит, я за народ, ну, пусть правительство сначала внесет, и в общем, хотя мы считали, что данный голос позитивный, наступает, мы пойдем все вести, но наступать-то не получилось, вот внесло правительство, ну, тогда, значит, ах, внесло, тогда, реально, в Марсе, раз, ну, и сразу тоже, там, костерия изменилась, два, а два, значит, все равно, тащили двумя, просто, нельзя обсуждать, два, рассматривать, два, и во всех боях, которые были по этому поводу, мы, конечно, выиграли, и выиграли, я вам скажу, не потому, что мы такие умные и хорошие, а потому, что я вам скажу, мы такие серые люди там пришли к руководству, так сказать, министерства труда, люди, которые защищали это, 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 и гражданин Паанин, начальник правового управления, человек рыбом, который, достойно двух слов сказать не может, и перед последним обсуждением накомитетовался, он охрипший, у него голос пропал, от оболнения, он говорит, Варова, который бывший профсоюзный работник, перескатил кресло, министерское, замнеститатуры, вы как первые закладки, я не подслушивал бы, если там нельзя не подслушать, потому что комната на то, что сделана для широкого общения с массами, такая, чтобы просто не разойтись, не важно, и вот, значит, этот Варов, который, ну просто мерит, извините меня за выражение, мерит просто, ну ничего там нет, никаких связанных мыслей, его сразу останавливают люди, ну более-менее, так сказать, все это соображающие, из комитета, говорят, ну ладно, давайте прекратим всякие премии, ну невозможно это служить, то есть, короче говоря, нам предустоят, к нашему счастью, и к великому сожалению, тех, кто, то есть, двигает, если они хорошие проекты, люди, которые, ну ничего такого серьезного, сделать не могут, именно, скажем, во времена мрачного, так сказать, тоталитаризма, когда все, так сказать, там планировалось, и так далее, если бы какое-нибудь постановление было, после этого полтора месяца все бы гремело, по радио, по телевидению, ну внесли сейчас проект 8, все же молчали, никто за меня не видел, ну вы же внесли, вот давайте тысячи, что он хорошим, никто не кричит, почему никому уже, вот газеты выпустили, одну, вторую брошюру готовят, постепенно все бы узнать, такое вот есть на самом деле, и очень скоро, и если мы в состоянии сделать, вот наши писемы, вполне, вполне нам этого достаточно, для того, чтобы во всей стране все это все знали, и каждый знал, и уровень получил, и это все у нас, так сказать, вполне будет сделать. Так вот, после этого, значит, мы им, когда нас взяли за горло, и опять стали требовать технику экономического основания, ну, уже не было такой большой опасности, что правительство даст отрицательный воздух, потому что никто же на это правительство, которое в инфляции подобралось, уже было 4 правительства за год, никто внимания не обращал, поэтому от того, что правительство даст отрицательный воздух, еще ничего, так сказать, из этого не утикало, Поэтому мы написали технике экономического основания глубоко научно, из которого следовало, что, во-первых, есть это технике экономического основания, нельзя сказать, что это второе, что все наши годные вещи, ночные, за срокурочные, они носят запрещающий характер. То есть мы не с тобой исходим, что будем много-много платить из бюджета, а просто-напросто, если мы устанавливаем более высокую оплату за это, значит, не будет ночных. Какие ночные, когда и так некому работать в чем-то? Нет работы. Какие сверхурочные, когда у нас столько войны? Поэтому эти меры носят запретительный характер, как написано было в технике экономического основания, что никаких отчислений из бюджета не будет. Да, во-первых, по-второпе государственных предприятий у нас почти не стало. Какие отчисления бюджета? Забудьте об этом. Мы же приватизировали, что вы хотите. Какие отчисления? Это все работодатели будут делать. Это их дело, так сказать, пусть они этим занимаются. Но это государство здесь не несет никаких потенций. Проглотили, так сказать, написала мадаму от клиента нам нехороший отзыв. Нехороший, то, что на полторы странички, даже на полторы странички не дотянули они. Ну вот представьте, раньше бы этот отзыв правительство написало. Ну, это просто даже считать было стыдно. Ну, ничего серьезного. Мы, конечно, написали ответ, что мы не научим, там, и так далее. И на этом дело закончилось. И пришлось этот проект проглотить. Трудно теперь тянется. Тянется. И вот, значит, в ролик радости всех, так сказать, мертвые оказались два проекта, засушенные. Это проект «Голова» и проект «Авриали». И, значит, дружно наши товарищи на последнем, о чем мы еще не успели рассказать, на последнем заседании комитета уже в новой думе, комитете, по которому социальной политике, когда думали, значит, покончили с нехорошей традицией, когда другие проекты получают отрицательный отзыв, а проект «Фонда рабочей и генеральных профсоюзов» почему-то отрицательный не получают. Не получил ни разу. И в этот раз уже все было подготовлено. Значит, так, правительственные други, значит, все выступали. Дорога у него раз! Все. Снять с рассмотрения. Доходит до нашего проекта. Ну, значит, вот, как с Горловским проектом, там нет никого. Так и с этим проектом. Тут нет депутата, и сейчас мы его заговорили в Олег Васильевич. Извините, извините, извините. Все, есть, все хорошо. Вот я тут живой. Травмы, мы будем сейчас рассматривать. А живой, значит, успех. Докладно надо давать, если будет на финансовое заседание. Олег Васильевич, и нехому больше давать. Нехому наше давление, не будет трусить по регламенту. Скажем, а не дать тому, кто противляется человеку, который ведет этот проект, вообще невозможно. Поэтому там, пожалуйста, от правительства будет поступать. А если будет поступать от профсоюзов, так сказать, от работников Олег Васильевич, и он может, так сказать, излагать все, что он считает, нужно. Виза и прочее, и так далее. Там сразу народ забрустил. Забрустил, начали голосовать. Опять получается башь на башь. Не получается отрицательное заключение. И до головы дошли, головы нет. Хоп. Потрясаю. Итог. На самом последнем комитете, на котором мы рассматривались лица проекты, на рабочий рубль процессов комитета, наш проект с отрицательным заключением не будет. Единственное. А другие получили отрицательное заключение. Отсюда и спешка с проектом восьми. Срочно надо что-то делать, потому что что-то надо, как-то надо из этой ситуации выходить, что-то такое слепить, что помогло, как бы, отрлезть людей от этого и сыграть роль в поведении в сторону. И это произошло. Что такое, что собой представляет проект восьми. Для этого я хочу вас от проекта вернуть к действующему взору. Значит, все мы, здесь сидящие, я думаю, пользуемся этим действующим взором. И будем пользоваться еще долго. И я думаю, что самым замыселом было движение нашего проекта, и это не секрет, тем более в общественной жизни секретов не сделаешь. И только потому, что если, значит, вот я здесь записываю на свой диктофон, это не значит, что другие не записывают на другой диктофон. И так далее. И таких диктофонов может быть много, и так далее. И это везде, и в Москве, и все понимают, что мы должны в профсоюзной деятельности и политике, что в наше время и вместо нельзя записать, что вы делаете, или с кем вы бываете, просто не бывает. Поэтому, это во-первых. Во-вторых, потому что наша позиция была в самом начале определенной, мы ставили задачи составить проект, в котором развивались бы те права, которые есть в действующем, и сохранялись. И в то же время были учтены новые условия. В том смысле, что нету этого партия государства, которое будет защищать работника имаму партии. Никто не его защищает, не сами себя защищает. И в суд, чтобы не ходили каждый раз. А мы должны подавить работу, чтобы это было по закону. И чтобы это даже и забастовка имела. И чтобы в соответствии с тем, что значит кодекс, а кодекс означает квалификация, собирание поедино, в единый суд, собрались самые важные законы. То есть включили закон о коррективных договорах и соглашениях, и закон о разрешении коррективных трудовых сходов. Обязательно туда. А иначе, вот как сейчас начинается, вот он не в кодексе, вот и начинается опыт, который здесь. А кодекс попробуй у вас потрошить, сколько с ним идет, так сказать, и дело. Так вот, эту задачу мы и решили. То есть на самом деле, что собой представляет наш проект? Это действующий экзот, но модернизированный, осовремененный, с учетом мировой практики, и с учетом опыта нашего рабочего движения, и с учетом рыночного характера экономики. Больше ничего там и нет. Больше ничего там и нет. То есть, ну просто ничего нельзя сделать без профсоюза. Вообще никого нельзя уволить без профсоюза. И дело, понимаете, не с головой, или вот посмотрите, вот как у Докера. А мне она упорщица, если она член профсоюза Докера, уволить нельзя. Хоть ты, конечно, умри. Умри там, хоть что хотите делать. Она будет вообще сидеть без работы. И она, так сказать, будет ожидать, что вы это дадут. Но уволить его нельзя. Кого вы думаете вокруг уволить? Начальник, рабочих и других профсоюзов из ПРВК. Только не из профсоюза Докера. Нет, и все такое дело. Тоже сам визит. Не надо считать профсоюзы дураками. Они сами освобождаются от логеря, от лентяя, от сияния. Потому что никто не хочет выполнять суживую работу. Поэтому, к чему вы думаете, что профсоюзы дадут согласие на увольнение тех, кто не работает? Обязательно дадут. И не надо их представлять, так сказать, противниками производства. Это гранатые люди, это старикные трубящие. И вообще не надо относиться к нашим людям, как к людям, которые не занимаются до сих пор производства. Лучше понимать. Вы сколько раз видели, как грамотные директора уничтожают предприятия, и сейчас продолжают уничтожать. Мы все время и занимаемся тем, что отслеживаем, то, как очередное предприятие разрушает людей, которые могли бы заняться какой-то созидательной деятельностью. Они занимаются только одним, как его уничтожают. Поэтому на этом же фоне как-то, так сказать, предъявляют требования. Прошу из-за того, что они такие-то, какие-то. Вот в этом плане, значит, сегодня мы можем сказать, что все проекты, сколько бы их ни было, а я не исключаю, что завтра кто-нибудь проклюнется, например, гражданин Голуб, сейчас идет на выборах в Униграде. Так, он уже забил газету в метро, сидит на телевидении у нас, то есть большие силы подтянутые, идет большая агитация, вдруг он там еще пройдет, и это не исключается. Он набрал на прошлых выборах чуть-чуть меньше того, кто видит. Поэтому если он там пройдет, а ему пропислить Сергей Андреев, который отличается тем, что при тех же самых позициях, он депутат в наше законодательное собрание, сам предел, а те деньги раздают, так сказать, как бы на лица, у нас такой опыт, 6 миллиардов, можно раздать от имени законодательного собрания и управлять этим депутатом. Самое ясное здесь пределение. Поэтому там очень легко, так сказать, подкупить избирателей и просто да, помощь оказываешь некоторым обеспеченным слоям, эти слои приходят на избирательное участок и голосуют за себя. Так что, ну, на мой взгляд, неинтересно. Может быть, и голубь произойдет, появится еще один проект, или еще один придумывает, проект 7, или 6, или 5, или сделает так, чтобы у профсоветного работника, у рабочих вообще все в глазах поплыло, потому что им будет столько сказать, ну, пошли вы все за этим проектом, и пройдет, скажем, тот, который надо. Только есть очень простой критерий. Давайте по левую сторону от высот действующих положим, тот проект, который он продвигает, и по правой сторону, тот, который ухудшает положение работников. Вот если мы так поставим вопрос, картина становится абсолютно не ясно. Три проекта, которые имеют место, это правительство и голос. Значит, они ухудшают положение работников в той или иной мере. В той или иной мере. Можно спорить в какую, но то, что все три ухудшают, спору нет, никто не спорит. Ни сторонники наши, ни противники не будут с этим спорить, потому что это, ну, такой очевидный факт, что все они ухудшают положение работников. И есть один проект, который улучшает положение работников, проект, который стоит в последнее время официально, и вот от шеи, как у вас есть. И тоже нельзя спорить с этим. Может быть, слишком сильно улучшает, или надо, чтобы не так сильно улучшал, но то, что он улучшает и расширяет права, это тоже факт. Невозможно это спорить. Нигде это не оспаривать. Потому что палата по правам человека, политического консультативного совета, в Безиденте, в Мехе, кто-то думает, ну все, как-то наше пропагандирование правительство, надо было закапливать. Записалось, что правительственный проект, значит, нас отправляют 19 евро. Это уж такой орган, который никак от него не возглавляет. Или на наш проект прислали 12 положительных отзывов в законодательные собрания субъекта федерации. Это такой факт, который я до сих пор еще раз осознать не могу. Все-таки я не могу объяснить это дело, потому что если бы мы хоть кого-то знали, или как-то лорбировали, или говорили там вот КПРФ, или все-нибудь у Блсов-Проф, ну все-таки что-то знали. Вот это же органы, но, строго говоря, разные, но у нас люди-то есть, которые понимают, ну нельзя ли сейчас... Вот как были декабристы в свое время, у вас они делают декабристы не только из-за крестьян, из-за того, что они понимают, что развитие производства с компасными крестьянами не пойдет. Так и здесь понимают, что если вы в крепостное право доверенете работников, то это не будет. Ну что вы будете по 16, по 60 часов, ну не по 16 часов в день, у нас будет технический прогресс, мы что, станем передовой державой? Значит, люди-то есть у нас умные в стране, и есть они среди депутатов, в том числе, и в заказательных собраниях субъектов федерации, которые понимают, ну и у вас, и мы эти не наблюдаем, это же загадочно тоже голосование. Вроде как вот, вроде никто не выступает, но ты себя не голосовать, а там соседи святят, а что это ты голосуете за этот проект? А вот. И держать же руку. И даже удивительно, наверное, смотри. Держать руку и голосуют за проект. На. Поэтому я хочу сказать, что по этому критерию однозначно. Теперь я отвечаю прямо на ваши вопросы. Значит, по каким параметрам этот проект «Восемьи» так называемый, близкий к действующему ЗОЗ, близкий только по структуре. И вот так вот по общему знакомству с ЗОЗом, ну, кажется, очень похоже. По каким параметрам? Первый параметр, о котором, Валерий Васильевич, очень понятно все рассказал. Строго говоря, можно было бы на этом поставить точку. То есть, если меня уволят, мне, на открытом дворе, интересно признать, и вот представляет этот проект. У меня нет уже на заводе, я безработный, и семья моего уже в голову. А какие льготы дальше еще будут? Поэтому, вроде бы, там говорят, что вы прицепились, вот, на Олег Васильевич, мне говорят, а в газете, что он продолжает цепляться там за свой, на какой-то проект, вдруг он цепляться. Те только что родились со своим проектом, он должен зацепляться, он продолжает. так он продолжает ставить, что нельзя так людей увольняют. А они, люди говорят, вот, пожалуйста, давайте легко уволим, и говорят, причем, как надо доказать увольнение? Про Союз, только доказывать, что он не. Почему он не дает разрешение на увольнение? Ссылка на закон. А в законе про Петрова, как срога уволить, ничего не сказано. Про Петрова, для которого уволить, ничего же не говорится. Это никогда он не доказывает. Это полностью согласен, невозможно доказать, что нельзя увольнение. Причем, по каким пунктам? По сокращению численности, а было у нас 601, а будет 600. Это сокращение численности. Всегда вот вы нам, как раз на вас, как раз больше, оказалась численность предприятия. Ровно на вас. Извините, вам лично нет никаких претензий. У вас не проще, это проще по сокращению численности. И еще, в связи с ухудшением финансово-экономического положения предприятия. Ну, уже вам это уж, я думаю, все расскажут, так плохо. Это и мы порассказали нашим хозяевам, что у нас тоже плохое финансовое положение. А уж хозяева нам расскажут, что у нас такие затраты на поездки на поганности островато. Придется шалку, чем я не искать. Не шучу, у нас, значит, полярный комбинат, который за 6 месяцев зарплату не выплачивал, начали копать, потом к совету рабочих люди пришли, ездить, пошли, на Магамских островах имеют дачу. Ну, вы, говорят, наверное, загибаете. Ну, говорит, пошлите вот в налоговую инспекцию с бумагой. Ну, послали от советов рабочих официально-регистрированной организации. Приходит бумага, там должны люди сидели, ездали, пробу хоть сообщить цель. Приходит бумага, да, действительно. Главный бухгалтер и директор имеют дачу на Магамских островах закуплены заводские деньги. Вот. Ну, как объясняет директор, главный бухгалтер, это заводская компания, говорит, все может сюда ехать, кто сможет доехать, кто может там. Ну, просто не все смогли доехать. Так что, это, ну, какое мы решение приняли? Вы рекомендовали эти деньги, вы, сказать, реализовали эти деньги, обратить на зарплату. Ну, что вы могли еще посоветовать? Это необязательное решение, рекомендательное. Ну, вот это, я не знаю, что я не знаю. Усть и Жорский фанерный комбинат. Да, большой, хороший. Фанеру делают, да, Мебель? В общем, такой. Ну, рекомбинат, новый делающий. Однажды с этого бюджета приходят, люди говорят, ну, вот люди из биржи, они, конечно, начали забастовывать. Надо же. На бирже начали забастовывать. Оказывается, у них называется это место, где бревна в старстве злоты. Биржа. Да, ну, я-то не знал, я думал, биржа для этого, для этого акции. Вот первый пункт. Поэтому, первый пункт самый страшный, если бы он был один, то все. Второе наше достижение, которое принесли наши депутаты прогрессивные. А почему прогрессивные? Потому что, значит, 29 лет прошло. Наций сколько макали ночным, как говорится, в грязь и говорили, вы такие сикии, вы поддерживаете действующих злот и те нормы, которые уже были, вот, Бог предсказал. Так 29 лет прошло после 71-го года, и, наконец, товарищи добились, что теперь женщин можно отправлять в командировки к малым детьми. И в носик отправлять. Значит, у нас миллион. На миллион сокращается население в России, два миллиона умирает, каждый год один миллион рождается. И вот наши прогрессивные депутаты из всех фракций, тут все из КПРФ, товарищ Лукьянов, подсветительница, который Горбачев все провел, все, что он просил, и краю обрыва сторонам подвел. Тут и из СПС, и тут и из российских регионов, а тут и только нет, значит, всех есть, значит, и дорожный депутат, там есть фракции. И отечество, вся Россия, вот все они дружно, нам предлагают. Наконец-то они доверят. Сколько я уже выступлений так не слышал на всяких слушаниях, что вот это вот, ну, прямо сдерживает нам развитие экономики, что женщинам нельзя отправить в командировку с малыми детьми, и что в ночи нельзя отправить. Единственное, что сдерживают, вот это вот снять, и все, бурно, вот у нас все раздается. И вот, наконец, добились нам этого. Ну, мы с них поздравляем. Вот, молодой, проект Василий, ну, замечательный проект. Я всех очень, значит, приглашаю его пропагандировать, рекомендую. Следующий пункт. Следующий пункт. Натуроплата. Наконец-то наши додумались до того, что теперь, значит, можно будет гробами выдавать продукты, если вы гробы делаете. Вот, видим сюда, мы хрустально уходят люди, значит, пытаются быть как-нибудь эту продукцию с цыплянного завода. Молодь, я им бутылками выдавал, и, наконец-то, это записали. Ну, не то, что, знаете, бывает, ну, бог с ними законами, ну, как-то надо уходить в положение. Может быть, это автомат выдается, сами люди как-то раскрутятся и что-то сделать. Так нет, прямо записывать проект закона. и грамотные люди записать такое, что это будет, хотя, строго говоря, это не оплата. Оплата от слова денег. То, что это не деньги, это и не оплата. Ну, вы, может, что-то как-то решаете, какие-то проблемы, но это никак нельзя считать заработной платы. Это было, ну, в самом древнем капитализме, когда перешли на денежную оплату труда. И это была заработная плата. Ну, что же это, так сказать, происходит, нам такое предлагает всего. Это записано. Почитайте проект 8. Да, и мы это знаем. Страшное дело. Страшное дело. Просто мы уточняем мнение. Да. И мы уточняем, как мы увидим из этого, подписаться, я уже не знаю. И что они потом приведут в каждую поправку. Мы не просто уточняем, а конкретных авторов хотим. На каждую такую поправку. Конкретную. А все они явно. Все, кто подписали, вот все, кто подписали, вот все они не просто авторы, они отвечают за это дело. Они есть преступники по существу. Они знают, что люди не считают проекты. Они знают, что я обманываю частных людей. Они знают, что основная масса доверяет депутатам. Они знают, что это наши депутаты. Смотрите, из самых разных фракций. И, кстати, депутаты тоже основной массе не читают. И даже можно объяснить, почему, что у нас такие горы, в бумагах идут, что мы уже даже решили и вообще ничего не читать. То есть, там же можно так проехать, и он пройдет, и проголосует, и везде зарегистрируется, и все будет у нас, и президент подпишет, что точно, так сказать, продают, вот Борис, вот это вот Борис Николаевич, когда он работал над бумагой, когда парнил. Да? В моменты все, где там, 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 следующий пункт, берем вкус, следующий пункт, берем вкус, в этом самом проекте, 8. Это, нашим пункт, который у нас волнует, у нас действующие могут, в Зоте есть два пункта, так сказать, засушенные. То есть они в Зоте есть, а в жизни уже нет. Это, во-первых, инициатива, законодательный профсоюз. Все же понимают, что вот, в чем, так сказать, вот можно считать, я не забираюсь, как ты говоришь, что мы просто хвалим на Патрибасе, но он нас участвует, посуществует законодательную инициативу профсоюз. Все есть люди. И свои мои другие. Потому что нет никакого другого депутата, который не мог бы профсоюзам дать хоть слово вообще в законодательном органе нашей страны. Так, но профсоюзов, у самих нету законодательной инициативы. Ни у каких российских. Ни у профсоюза защиты, ни у УКСОВ, ни у ФНПР. Это все это, сказать, вот ходите и лоббируйте. Ходите и лоббируйте. Ходите по документам. А право законодательной инициативы у нас-то даже было. Значит, его умыкнули, и в этом проекте восьмым, прогрессивным, с кавычком, нет этого право законодательной инициативы. Теперь вопрос, который обсуждался в правах, в комиссии по правам человека по президенте РФ, что с фондами социального страхования и казахи с на нашем действующем взору должны управлять профсоюзом. Почему? Потому что, если государство выделяет средства для социального страхования, кто должен распределять эти средства? Тот человек, который близок к нужным работникам и знает, что нужно куда направить, или тот государственный синовник, которому тренды все равно, и который может положить себе в карман, мзду. И не знает, как бороться с коррупцией наше сейчас правительство. И все время в этом пишут и говорят. И тут же, значит, отнимают состратистские деньги и хотят, так сказать, чтобы этими деньгами управлял государственный синовник. Они профсоюзные работы. Кто, значит, что это наши уважаемые депутаты, группа 8? Они, значит, эту нехорошую практику в жизни, когда просто в Российском мера, Чернометина, убирается вот это вот управление вопреки закону, вопреки к зону, управление фондами и социальным страхованием профсоюзами, значит, это, значит, убирается из законодательства теперь уже. Я сказать, если жизнь противоречит закону, то есть, если в жизни есть преступники, давайте сделаем еще преступник, мы и преступник. Давайте запишем. У этого и не было законодательства. Вот это и делается. А теперь дальше уже идут. Вы видите, что нельзя ли еще фонды эти сделать в бюджетах, перейти в бюджетах. А как из бюджета деньги забирать? Это люди знают. Вот опять тут женщине мешает, потому что значит, с мужчинами вопрос у нас решен. Потому что мужчины доживают до 57 лет, а фессионный фон планирует, что с 60 лет будет выпалка перейти. Ну там сейчас. Сейчас. Поэтому, с мужчинами сейчас хорошо. Потому что они как эта часть перескаливает, через 60, ну будем и пенсии платить. А вторую часть можно рассовывать по карману. А вот женщины, они вот нам мешают опять тормоз перестройки. Потому что они все равно должны все равно продолжать жить. Среди тяги вот Греф такой, если знаешь, пришел из Ленинграда, который разработал программу, как вот это устранить, этих женщин как препятствие к курсу реформ. То есть перейти на пенсионный возраст, чтобы тоже как мужчины, так сказать, вот собирались их бы на пенсию всю жизнь накопительные фонды или другие фонды, а они как раз и умрут вот раньше, чем истратили. И все эти денежки можно будет истратить на что-нибудь другое. И люди знают, как истратить, и мы знаем, что истратить они не на то. Не на помощь женщинам, не на помощь работникам. То есть эта, сказать, очевидная программа здесь существует, в этих условиях, в этих условиях, такую штуку записать. Совершенно, так сказать, это недопустимо. И это тоже сделано в проекте 8. Поэтому это и мало вещей, о которых, я думаю, надо нам и в решении сказать, что мы вот ответы на эти вопросы, они у нас прозвучали прямо по решению, чтобы люди, даже не читающие, могли бы прочитать короткое решение Российского комитета о работе и, так сказать, сделать для себя выводы, что же им предложить. Ты спрашиваешься, так стоило ли после 29 лет возни, так сказать, с тем, что, так сказать, нам не годится тот кодекс, сделать хуже гораздо, который ухудшает положение работников и, в общем, делать это все меньше, чем вообще перед всем современным миром, в котором гораздо лучше условия у работников, в разных, в разных, в разных, в разных странах. Нам говорят, ну вот, нам тот старый советский взгляд, так а что вы нам хуже, чем в ужасных странах задаете? Да не надо нам что в советском, вы не делаете это хуже, чем в Америке, во Франции, в Англии, в Германии, и не надо так в Греции, вы там все через суд делаете, не надо так в Греции, хоть там все иди. Вот, значит, ситуация с этими самыми проектами. Теперь, что делать? Я думаю, что у нас впереди возможный вариант. Вот если, Олег Васильевич, он присылал перспективы, вы знаете, мы уже будем, сколько лет? С 94-го года по 26 лет. Это немало. Поэтому, это в адрес тех, кто пессимистически настроен, вот, там их много, они там, такие сильные, такие грамотные, дорогие, так их много, не такие, они сильные грамоты, и они не способны, вот те люди, которые нам предоставят несовременную борьбу, не за какие интересы, потому что они должны сейчас набрать денег и расползти. Это мы и набрадаем. А на геронке отползали. На геронке отползали. Поэтому, кто это будет заниматься? Прямо ползнет, пусть он и нянчится с этим, с этим проектом. Никто тоже не хочет, особенно, за него выступать. Причем, мы на него нападаем. Этот проект во сне внесли, если к кому-то было, мы были руки. Каждую неделю приходили, вот, каждую неделю. И там, значит, эти прессовали депутата. И, наконец, ну, те, значит, да, на подависе подписали. А никто из них нигде не выступает и не отсталит в свой проект. Вот мы им скажем, скажем, да, действительно, я зряю подписал. Ну, ладно, подписал. То есть, короче говоря, перспективы у нас здесь совсем неплохие. Но, что может быть? Вот, значит, согласно регламенту, когда-то начнется в сочетании на премьерном заседании после парламентских слушаний. А слушание – это общий разговор. Это мы опять, значит, вот выступим и всех помакаем на турберясти. И я убежден, что мы помакаем их хорошо. Мы покажем, что вы там не писали. У нас есть достаточно людей и соберем. Олег Васильевич пригласит, кого надо. И там мы будем приятно просто покажем. Мы с теми людей, которые покажут, что вы там нам принесли в качестве нового, хорошего и интересного положительства. Вот. Так что, то, что у нас мы выиграем в лидерном и эти слушания, у меня нет никаких сомнений. Но это не заседание думы, на какого-то никого из нас не пустят, кого-то нет. Олег Васильевич. Он там будет один. Больше никого. И, значит, будет там биться, допустим, Катарев. И вот, тем не менее, скажут, ну, он не наша фракция, вот он у нас в полуществе, у нас тут единство с правительством президента. Раз. И, скажем, с ним у нас правительство самодушек. На этот случай, если примут, как раз весьма рождествен вариант, значит, мы подготовили фонд Рабочей Академии после образования Солик Васильевича, мы подготовили новый проект фонд Рабочей Академии профсоюзов с учетом многочисленных замечаний, которые прислали нам. За эти годы люди самые разные законодательные собрания, правовое управление группой, Советы Федерации, научные учреждения, обл. софт-проф и всех статибинов. Теперь, значит, там, профсоюз единственным рассылал. Ну, кто только? Ну, все присылают. Все присылают отзывы. Причем, больше всего, мы извлекли, естественно, скажу, из отрицательных возрастов. Он говорит, ну, мы против, потому что там вот этого нет. Или мы против, потому что там вот это вот содержится, это надо убрать. И я должен сказать, что кроме всяких замечаний, много очень предложений. Такие, от которых, ну, просто нельзя отказаться. В общем, даже думаешь, нам же люди додумали, да, Волгоградцы прислали, Волгоградского софт-проф. Мы отдельный выпуск сделали газеты. Ну, все перебрали, там, просто по косточкам, чем отличается этот проект от действующих. Вот и все расписали. Я не знаю, если ты делал, например, вот, не взялся по такой работе, сделать, я просто преклонился. Они там все это расписались, сделаем. Значит, мы указали, сделали специальный список, вот такой вот, большой. Вот. Список, принимаемый замечаний. Ну, вот, скажем, выглядит он так. Доктор, доктор ведущих наук, профессор, хак, гражданского права и процесса и расставков государственного митета МВЛ Укшникова. Вызывание недоумения, содержание отзывов, недоумение, открытый перечень дополнительных оснований прекращения продового договора, которые могут вводиться коллективными соглашениями. Они статья 130. Понимаемая форма, последняя часть российского 30-го и предназначена следующей редакции. Не предусмотрена настоящим корпусом основания превращения договора в договор контракта, работников, недействительных. И так далее. То есть, чтобы на каждой вот это замечание людей, даже отрезательно настроек к этому проекту, делать соответствующие изменения, чтобы... А вот это положение в действующем ввод остается. Ну, и что? То есть, и вот хорошо, что она заметила это, покритиковала наш, и мы теперь еще улучшаем. То есть, вот у нас получилось, что наш проект стал бы не только правительством фонда Равочей Академии и профсоюзов, чтобы он был все российским проектом. Вот задача. То есть, все, кто участвовали в этом, чтобы они были поименованы, и эта, насколько я вот справка, имела бы официальный характер. Официальный характер, что он не просто есть голый текст такой-то, что он новый доработал. Ну, мы знаем, откуда мы что взяли и не забыли. И если, и как только мы это нужно будет официально вносить, а у нас, значит, вот мы теперь готовы, мы об этом говорили с Васильевичем, что сегодня не снимают, а новый текст может снова заехать в Думу и начинать все с начала. И, как говорится в русских народных сказках, можно берегу покрутить все теми. Потому что, как только появится новый проект, новый проект, внесенный депутатом, ему нельзя не зададить. Может, нравится, не нравится, не нравится, нельзя. Надо будет снова рассматривать, снова обсуждать. И эту проблему мы, о том, что наши трудовые права нужно развивать, и депутат не дадим смех. Тем самым. Тем самым. И для этого достаточно много, потому что он депутат одного. Почему, некоторые другие депутаты могут понять, что они там просидят, там пять лет, и умеют без славы. А сделать можно в этом смысле очень много. Очень много, и, как вы видите, совершенно у нас другая картина. Значит, я передаю Олегу Васильевичу эти документы, и, вот здесь, в присутствии всех уважаемых смертных российских комитетов рабочих, и хочу сказать, что тут есть два типовых листа, и, соответственно, два, две диски, это записи. На тот случай, если наш проект получит положительную оценку, тогда он должен быть двигаться ко второму чтению. А во втором чтении означает, что концептурно нас одобрили, но требует, так сказать, учесть релекционные замечания. Потому что, если мы сейчас хоть одно замечание ставим туда, нам скажут, и сразу станет там не четыре, а три проекта. То есть, вот сейчас мы просто не можем это сделать. То есть, мы все сделали, все готово, но вот если нас, так сказать, доведут до второго этапа, до второго слушания, то же второй слушаний, конечно, должен быть запущен второй проект. Поэтому и менее вероятный вариант, который тоже возможен, что, скажем, одоборит наш проект, мы к этому тоже готовы, для этого мы имеем только титульный лист, другой, потому что на одном у нас в титульном листе написано, вносится Шерином, а тут он продолжает оставаться в том виде, как вносится в Ляне и Шерином. И как он сейчас именуется, проекта в Ляне и Шерином. Значит, если этот ничего с этим не будет, будет проект Шерином. И очень даже неплохо. Ничем не хуже. Важно то, что этот проект, так сказать, который усиливается и вбирает в себя все лучшее, и хорошее, и положительное, и что у вас найдется еще. Мы, естественно, готовы. И теперь Олег Васильевич еще со своими товарищами проводит, и внесет туда еще изменения. Мы единственное, что просили бы, чтобы, значит, у нас была и фонда рабочей карьеры вся информация для учета, что еще мы доставили и добавили, чтобы мы за этим всем следили и такую работу организовывали. мы тем самым будем готовы ко всяким прочим неожиданностям. Поэтому у нас проблема будет как раз именно в тех массовых действиях, которым как раз Олег Васильевич наши товарищи призывал. Позвольте мне Олег Васильевич предъявить этот документ и выявить надежду, что он самым лучшим образом воспользуется невозможностью. Что предлагается в решение записать? Что предлагается записать? Во-первых, вот эту ситуацию, описывающую ситуацию, в которой есть у нас действующий взор, это во-первых, во-вторых, записать, какой у нас проект является наиболее опасным, записать, что нужно обеспечить, записать, что нужно нам провести единые действия, день, в реномендаторе мы должны отдельно обсудить, вот рассмотреть вопросы принятия за основу проекта решения, а уж завтра обсудить 1 декабря, но если тут будут другие предложения, я думаю, что сюда можно подъявить, но в этом совершенно необходим. И я хотел бы ответить только один самый главный вопрос. Одно дело ходить в Думу и просить там и пробивать, и вот все это лоббирует, что мы едем, это очень важно. И писать надо, и пережать надо, и выступать надо, но самое главное, что надо коллективные договора, все трудовые права, записанные в нашем проекте, спокойненько заносить. И за то время как он ходит у нас по горизонту, можно было почти большинство коллективных договоров нанести. Это называется тоже правовое оформление. Это тоже коллективные договоры, часть нашего права. Поэтому эта битва должна быть и на места, а не только в Думу. депутаты должны за нас заключать. Что? Заключать, работайте за заключением. А кто заключает? А вот кто заключает? Все знают, как заключают. Все заключают. Вот у нас есть хорошая книга товарища Торецкого и соц.фроф. Кто-то любит соц.фроф, кто-то не любит. Я вот не люблю. А зря? Ну почему зря? А вот книга очень хорошая. И люди, между прочим, они поддержали нашу акцию очень активную. Я должен сказать, мне очень нравится их выступление. Потому что здесь не жена, что надо обязательно любить или не любить. Это профсоюз. У нас активность есть. У нас профсоюз прекрасно написано Торецкого. Хватит ходить по судам, клянчить. Вы записываете правительный договор и угрожаете забастовку. Один раз побастуйте, потом каждый раз будете махать, чтобы мы забастовали. У вас где-то будет обеспечен. А бастовать, как показали наши тройки, не надо посинение. Одну минуту они бастовали, одну минуту. Потом приостановили и всем понятно в дирекции, что руководство, что теперь они, когда много кораблей придет, за три дня улетают, и никакой процедуры ничего. И сразу выгнали этого генерального директора и поставили другого. Сразу. И сразу сказали, да ребята, мы собственно с вами и не спорили, давайте подписывать соглашение. Какие дела? Ну а все пришли и в 6 часов утра и посмотрели. Начнется безобастовка, весь порт за нами. Весь. На одну минуту. Оттуда вот профком. Говорит, ну что у нас наши люди администрации, в чем мы с ними будем нам воевать? Давайте еще потери нанесем. Давайте приостановим. И приостановим. И все. И это же не первый раз. Что там вот блинные забастовки были когда-нибудь в порту. Никто таких и не помнит. Но были случаи, когда решили завтра не уплатить зарплату. Просто завтра все пришли и ждут, когда будет зарплата. И ждут, не уходят просто из куренов. И ждут, когда же будет зарплата. Говорят, привезут. И привезли. Морский пристал. Так что вовсе не о том идет речь, что объявить их бессрочно за золотом. И сидеть, так сказать, Делег нет ничего. Объявить надо бессрочно, конечно. Самый человек иначе не напугается. Ну, бессрочно это не значит, что мы будем долгом доставать. То есть в этом смысле совершенно правильно, что только так и можно продвинуть в пол договора. Безусловно. Кроме того, и каждый пол договор он очень конкретен. Его нужно разрабатывать и тратить на это. Достаточно большие... Вот я должен сказать, чтобы его разработать, это вообще ничего не надо сидеть и разрабатывать. Причем тут администрация. Ну, получается, кто вам мешает разрабатывать? Сидите, берите, покупайте чернила и бумагу и разрабатывайте. Вот тут это в этом отношении. У нас получается люди начинают думать, ага, я буду разрабатывать, думать, а мне вдруг не подпишут. Зачем мне думать? И не разрабатывают. Они же одно дело написать проект, а другое дело согласовать. Напишите сначала. Напишите. Я вам хочу есть такой закон природы и общества. То, что написано, то публикуются. А потом то, что со старой хорошей, все проходит в жизни. Это одна сторона. Нет, это главная сторона. Мне пригодилось как научному работнику иметь дело с своими коллегами. Дорогие, я в те времена книги не писал, мне не публиковали. Я говорю, дайте книги ваши, я опубликую. У вас, наверное, в Сталин Роковича лежал. Нету таких книг. Нету. Это лентяи, которые не пишут ничего. И лентяи, это свойство. Не только научных работников профессоров, я должен сказать. Это и у рабочих тоже есть. Но, может, в меньшей степени. Я согласен. Но надо это вот... В данном случае, я бы не совсем опубликовал, что одно дело проект подготовленный, а другое дело согласованный. Можно говорить после того, как он есть. Есть и не один, кстати. Я представитель, все справа. Дайте мне раз проект вам. Есть у нас? Закреженные... Я вас очень прошу официально. В следующий раз, когда приедем санер КР, расскажите, пожалуйста, и каждому дайте свой проект. Все с удовольствием прочитают. Ради Бога, пригласите. Ради Бога. Но дело в том, что каждый о договорах очень коронен. Очень коронен. И один для одного не подойдет. А права профсоюзов в каждом конкретном полдоговоре должны быть прописаны права профсоюзов и увольнять никому, чтобы не удалось наших работников. Все из этих вопросов и состоят в корректуре. Только и здесь. Совершенно правильно. Так вот, что здесь записывается в проекте странного города? Только то, что в каждом конкретном полдоговоре должно присутствовать. А не то, что является каким-то конкретным. только для этого предприятия. Нельзя записывать в проекте то, что относится к профсоюзу Совскробу и не относится к профсоюзу ФНБ. Правильно? Ни в коем случае. И вот, позвольте мне на заключение тихо задать тот проект, который выносится на рассмотрение и, который я предложил принять сначала за основу, потом пообсуждать. Значит, постановление Российского комитета рабочих о развитии трудовых прав предусмотренных действующим экзот. Обращаю внимание на название. Речь идет о развитии того, что есть. А разумеется, не об урезании. Правда, что фонда есть еще не нет. Потому что название у нас стало начало ставил вопрос проекта. Российский комитет рабочих обсудит доклады. Депутаты Государственной Думы области Шейна и президента Фонда Рабочей Академии обращают внимание работникам, что из четырех проектов трудового кодекса, официально внесенных в Думу, только один профсоюзный проект о влиянии Шейна развивает трудовые права, предусмотренные действующим взором. Остальные три проекта нацелены на урезание и ликвидацию трудовых прав. При этом наибольшее урезание прав работников намечено правительственным и явночным проектом, а наиболее опасным с точки зрения обмана трудящих и депутатов является проект Восьми. Проект Восьми вместо того, чтобы закрепить закон отечественный и мировой опыт развития социальных трудовых отношений за 30 без малого лет после принятия действующих взор, ухудшает правовое положение работников и профсоюзов. Это выражается в увольнении под предлогом сокращения численности в связи с так называемым ухудшением финансово-экономического положения предприятия, замене зарплаты и выдачей продукции, ликвидации норм, защищающих интересы матери-работницы, ограничение свободы профсоюзных деятельностей, устранение профсоюзов от управления фондами социального страхования, решение профсоюзов права законодательной инициативы. Российский комитет рабочих постановляет первое усилить борьбу за принятие профсоюзного проекта Валяне-Шейна против пагубного для работников других пагубных для работников других трех проектов. Второе направлять Государственную Думу восстановление рабочих собраний и профсоюзных организаций с требованием принять развивающие трудовые права проекта Валя-Шейна и отклонить остальные проекты капреакционные. Третье явочным порядком вводить действия правовые нормы профсоюзного проекта Валя-Шейна путем включения их коллективных договора и забастовочных требований. Четвертое призвать трудовые коллективы и профсоюзные организации провести 1 декабря 2000 года День Единых Действий в поддержку проекта Трудового кодекса Валя-Шейна развивающего трудовые права работников предусмотрены действующим ЗОД. Четвертое Пятое просить депутата Государственной Думы Олега Васильевича Шейна в случае отклонения Думы проекта Трудового кодекса Валя-Шейна внести в Думу проект Фонда Рабочей Академии и профсоюзов доработанный с учетом замечаний и предложений депутатов Думы законодательных собраний субъектов Федерации и профсоюзов ученых и научно-исследовательских организаций с тем, чтобы в Государственной Думе была представлена позиция развития трудовых прав работников и восподов действующими ЗОД. И так сказать мы открыто такое знамя защиты тех прав и развития тех прав которые есть в действительном ЗОД поднимаем поскольку из общения с профсоюзами мы поняли что они к этому наиболее к этому пониманию это наиболее близки Вот что предлагается принять за основу Вопросы есть какие? Под теми что неделя наслаждаться на достаточно учет под теми ЗОД развивать рассматривать сложную критику на все проекты есть изомнение что в общем одно изменение что нужно делать попытку сблизить позиции разработчиков всех ЗОД попытаться заделить общую комиссию Это может быть народ предлагал в качестве чисто политической меры это могло бы пригодиться потому что отказ от подобной формы деятельности на многом говорили и давал по одной из сторон к имуществу именно той надеюсь которая защищает более открытые лучи права рабочих так это можно сделать есть возможность есть три проекта построены на одной концепции улучшение прав работников им надо собраться и выработать единственный проект и буду идти чтобы там это не мельтешило у нас как три проекта есть только один проект по улучшению положения работников проекта в Ляне Шейно если бы есть еще там один или два или три конечно я буду за то и думаю всех агитировать чтобы эти три разработчика там и четыре собрались один проект улучшающий положение работников пока у нас есть один проект представляющий одну концепцию улучшение прав рабочих и проект представляющий другую и садиться вместе скажем в Зайсю и Бул для обсуждения вопроса о том кто как нам лучше обеспечить себя пищей я бы вообще не рекомендовал потому что это исключено никакой единой концепции не будет более того значит если вдруг наши товарищи на эту лодочку попались и пошли и скажем ну ладно мы лилии добрые мы взяли в комиссии мы нас бы потом облили и теряются потому что мы бы на отказ от положения от улучшения положения работников не пошли значит Игорь Васильевич не пошел как он не пошел изначально в том сне месяце мы переговоры так и шли остались зацепились на вопросе о увольнении работников нет ребята что увольнение то что никак нельзя нет ну давайте если там本当е дружбы запишем что можно в войне не дружбы дружбы я тоже и с работниками дружбу это не хуже дружбы среди депутатов дружбы не более важные дружбы со всем рабочим классом России между прочим так вот это тоже комиссия с которыми скажем мы на депутатов согласовывать свои действия а он будет согласовывать с теми кто хочет урезать права работников так вот тут никак не может быть едины комиссии с теми кто хочет ухудшить положение И ничего сюда попадает. Так вот, если бы мы попали в эту комиссию, большинство комиссий состояло бы из трех, а наша страна была из одного. Я бы тут присутствовал как консультант и помощник, и тоже мы бы там бились, и все оформлентировали. В итоге получилось, что большинство комиссий заедет, что не требует от нас, а мы упираемся, не сдаемся, и все, значит, стоим на том, что, так сказать, старое еще требование, чтобы все это должны быть сейчас. И в итоге, значит, ничего у нас не получилось. После этого все газеты облили у нас грязью, обозвали раскольниками и такими-сякими, и дальше бы спокойно и быстро прошел бы тот проект правительственный или проект восьми, который будет с второго чтения очень легко доведен до правительства, потому что когда концептуально они совпадают, то проводится сначала мягкий проект, вот этот проект восьми, а потом, как целевой, используется другой проект. Все поправки делаются, внуки, так сказать, приближаются. Да, они стали уже проделаны с правительственным проектом. Поэтому я думаю, что никакой единой комиссии с теми, кто хочет ухудшить положение работников, быть не может. Извините, пожалуйста, три секунды. Был вынесен на трехстороннюю комиссию. И ФНПРовцы там всячески, по-честному, выступали против многих положений этого проекта. И голосовали против. Но комиссия приняла тот проект, который сейчас есть правительственный. И после этого правительство заявляло, что данный проект составлен с учетом всех предложений, в том числе при самом активном участии ФНПР. И было абсолютно право при этом. Я дополню двумя репутиками короткими, как садоковщиками. Значит, первая такая. И правительство ФНПР обращались ко мне, спрашивая, в чем же вы выражаете, как и профсоюз защиты, и депутат, недовольство тем, что мы предлагаем. Значит, я и тем и другим расписал, чтобы они не смогли сказать, что мы как бы просто вот их критикуем, а остатки не помним. Значит, правительство примерно на позиции 20-25, ФНПР примерно 10-15. Значит, ни от тех, ни от других ответов я не увидел, но интересна была реакция. Что честно, переговоры, совершенно правильно Михаил Васильевич об этом говорит. Это люди, которые на самом деле не считали то, что они инсируют. То есть, для господина Варова, вы вошли неожиданности, что 16 глава предложенного правительством варианта предполагает сбор информации о работе, включая сведения про личную семейную жизнь и профсоюзную политическую активность. Он говорит, он от меня узнал. Для Исаева, когда мы с ним сидели внести, они вносили этот проект восьми, а Исаев был инициатором. Он остались там, кто подписан, а мы там немножко престижные, а вот он, значит, все эти процессы организовывал в парламенте. Значит, я ему показал, говорю, что вы вносите в такие вещи? Вот вы сами себя лишаете право на официальный кабинет для правосоюза. Только пишите в соответствии с колдоговором. А если колдоговора у вас нет, то у вас тут левые сведения. Он говорит, где я? Так что, по меньшей мере, я не случайно сказал, что эти все документы, они готовят, это вне таких бюрократического аппарата, очень тесно связанного и с работодателями, и с правительством. И с теми людьми, которые просто не знают, что же их подписью вносятся, о чем-то спорить, по меньшей мере, это где-то, наверное, пустая трата в это время. Я хочу еще один анимеотический эпизод привести. Сейчас в моих последних поездках, Константин Васильевич был, я в доме, пришли к бывшей помощнице Голова. Она теперь помощница депутата Иванова. Голова, она была помощницей? Да, она была помощницей Голова. Она нам сама сказала. Ну, это, так сказать, ну, просто вот так, что она нам сказала, что вот я. А мы с ней обсуждали. А чего вы, говорит, прицепились-то Голова-то? Думаю, вы не прицепились, но вы там читали, что у Голова написано, что детям до восьми лет можно работать. Ну, это все, так сказать, владельцы мубличных домов, так сказать, детских. До восьми, до восьми. Вот она тоже так же сказала. Ну, что вы нам говорите-то, как это, до восьми? До восьми, написано до восьми в проекте у Голова, до восьми. Потому что мальчиков надо до восьми брать. Сразу? Да. Сразу? Да. И сутенеры очень рады этому. И финансировать вот избирательную кампанию, депутата Голова. Потому что он такие вещи продвигает. То, что все проекты обычно во всем мире с какого-то возраста на работу. А это дом. Дом. Это вот удающее достижение нашим законодателям Голова. Вы точнее, трудоспособность начинается с момента рождения. Короче говоря, и вот эта женщина говорит, ну, ладно вам, что вы говорите такого. Я сама это все набирала. Я сама это все. Ну, помощница что-то это делает. Я все. У меня в компьютере. Молодей Катальевич. Ну, как там. У вас есть компьютер? Сейчас. Она вот раз, раз, раз. Нет. Нет. А, Каталья Иванович, можно я посмотрю? Слушай, взял ее. Вашим компьютерам. Вашим компьютерам. И она мыситала и затихла. Ну, что мы говорим? То есть, а на сколько уже делала? Не знает этого. Не знает. И это вот, к сожалению, мы должны иметь в виду то, что есть. Но если бы в думе не читать, а что профсоюзная работа не читает? Ну, вот насчет этих самых администраторов, это прямо вот, скажем, опытные профсоюзной работники говорят. 20 лет, которые уже. Я не знаю еще ни одного администратора, который читал. Он считает, что надо вот это сделать, послать своего юриста, и пусть он, так сказать, там не бывает. Хороший человек юрист, он, значит, нормальный, хороший. Нет, они попадаются сейчас. Попадаются. То есть, что происходит вот с этим делом? Поэтому нам надо быть реалистами. К сожалению, мы это все уже теперь знаем. И, к счастью, так сказать, мы имеем все, так сказать, основания для того, чтобы спокойно, так сказать, и проводить, так сказать, свой проект. Он, так сказать, я думаю, не проиграл. Рано или поздно. По крайней мере, это полдоговора. Пожалуйста. Союз работников путевого хозяйства Октябрьской железной дороги. Ну и член ДНК конфедерации свободных просмотров. А фамилия Огунов Александр Юрьевич. Тут как раз по поводу проекта. То есть, по поводу начала, в первую очередь, по поводу проекта «Восьми». В начале июня в Санкт-Петербурге состоялся Центральный Совет Российской Конфедерации Трампы. Это общероссийское мнение профсоюзов. Туда входит в том числе и российский профсоюз Докеров, профсоюз Алисбечеров, профсоюз Летного состава, профсоюз Моряков, железнодорожников, ФРБЖ. То есть, российский профсоюз Моряков, межрегиональные профсоюзы, профсоюз автоперевозчиков. Ну, то есть, в основном... Семен Доварищ. И вот на Центральный Совет РГТ приезжал как раз депутат Иванов. И привез проект «Восьми», помню. И выдержки из проекта, как он считает, улучшения. 73 улучшения. Так вот, эти улучшения, 73 улучшения, если их ввести в этот проект, или даже просто эти 73 улучшения ввести в действующих же, то ухудшений просто не надо. Это сразу похоронить все. То есть, прав у работников, у профсоюзов, никаких. У работодателей все. Что хочешь, то и делаешь. У нас тоже круглый стол в ПИГе проходил. Там выступала Оксана Дмитриева такая есть. Детница очень хорошая. Так она как это обосновала? Работодатель сейчас, ну и в том числе и государственные предприятия, ну, сплошь и рядом нарушают действующих ЗОД и права работников и профсоюзов. Ну, раз они их нарушают, так давайте это узаконим. И все. И никаких проблем не будет. Так вот, Иванов очень агитировал, как раз за проект восьми. Ну, сильно он наставил, что это большое улучшение, то, что беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет, можно отправлять с командировки в ночную работать, чтобы они работали в ночную смену, и в выходные дни. Если они отказываются, то их просто по этому закону увольняют, они не имеют права это обжаловать, это же случайно. Ну, это одно и улучшение. Также улучшение, что если по согласованию с работником, в неделю в 12 часов он будет работать сверху, так а любой работник согласится при сегодняшней мизерной зарплате, ему скажут, что вот доплатят вот столько, будешь лишний работать? Бузов, конечно, семью-то кореи, да. И вот все это, это одно. Ну, естественно, на Центральном Совете Иванова, как-то вот так получилось, никто не поддержал, такие нехорошие вот эти вот свободные фронтуры, не поддерживают вот такие проекты. Ну, и резолюции, правда, по этому поводу никто не выносит, но после Совета решение вынесло, то есть всячески противодействовать этому проекту, потому что это завуалированный правительственный проект, что сделан так, чтобы люди не поняли, что это намного ухудшает положение. И, а, давайте, пусть будет, какая разница. Тоже профсоюзники. И сайт, профсоюзники, Иванов, ой, вообще-то, ну, право, автоваз. И, а получается-то, люди сначала вроде бы делали дело. Как только они куда-то на государственную службу перешли, получилось так, что они стали делать то, что им так как. Теперь дальше, 13 сентября этого года, у нас в Санкт-Пербурге есть конфедерация труда Санкт-Пербурга и области, туда входят 26 профсоюзов свободных, в том числе и крупные профсоюзы, то есть Водоканал, потом это завод обуховской обороны, то есть, ну, многие такие крупные профсоюзы туда входят. И выступал как раз на Совете КТ ГОЛО, который сейчас депутат пытается, ну, чтобы он выбрал. Вот он просил конфедерацию труда его поддержать. В чем как он просил? Вот да, у вас перед руки тут долги за арену помещения, вообще у вас будет плохо здесь сделать евроремонт, да вообще председателя конфедерации нужно было бы как помощница у депутата, ну, не постоянно, не таким, в члене 20 лет, которые не обачивали. И это бы вам сильно помогло, а вы поддержите меня. То есть вот так вот человек выступал. А когда его спросили, а смысл-то вашего проекта в чем? Он говорит, смысл вот в чем. Профсоюз должен быть один в стране, причем он должен не зависеть ни от каких предприятий, вот в стране где-то, государственная структура, профсоюз, он ни от кого не зависит, там сидят чиновники, а вы, работники, пишете им, вот у меня тут ущемили. А вот тогда уже рассматриваются, и если там нашли какие-то нарушения, пишете, да, тебе не повезло, тебе ущемили, и все. То есть, а какие конкретные действия, ну а какие могут быть действия, все, вы говорите. Создатель всегда прав, на определение. Вот так. И, ну там есть, то есть не все же читали эти проекты, тем более проект Булова не опубликован, его никто не читал. Вот только, ну вот, есть сравнительный анализ и прочее. Ладно, когда разъяснили вот этим вот представителям профсоюзов, которые не знают вообще о чем суть, что вот такие-то, такие-то предложения, говорю, ду-ду, нехороший человек, ну, сказано, что он рейс не может. Вот тогда повернулся, вид у него, кстати, такой, довольно полезный, ну, с проседью бородка, там, туда-сюда, очки, ну, не хотите меня поддержать, ну и ладно, развернулся и ушел. Других найдет. Да, где-нибудь еще поищу, пойду там в НПФ, там договорюсь, может быть. Ну, где-нибудь договорюсь, главное в Думу пробраться. Причем он тогда как раз говорил на этом совете, что если он будет депутатом, он будет вовсю отставиваться в выборе. Это вопрос о том, что сейчас в Думе никто не поддерживает, но если я его выберу, то он все равно будет продолжать отставить в выборе. И договориться, как можно договориться. То есть вот эти три по одну сторону, это понятно, да? Правительственный, Головский, вот восьми, здесь. Проект овалия Ширина, да? Ну, он так сейчас называется. Он с этой стороны. Там, если на сегодняшний день есть доработки, я вот его сам проект читал, доработки не читал. Там некоторые механизмы не прописаны, допустим, но это понятно. Если они сейчас сделаны, это хорошо. Нет, мы тоже свои предложения разрабатываем, пошли, как какие-то механизмы проработать. Ну, в частности, вот такой механизм прекращения полномочий, то есть в действующем дизойте 37 статья, да? А вот в этом проекте, там, я не помню, какая-то, ну, не помню, какая-то, есть какая-то статья прекращения полномочий, да? Вот нет механизма прекращения полномочий. Дальше механизм, то есть задержка зарплаты и все что-то. Нет механизма, как штраф снять с представителя работодателя, то есть с директора, допустим, да, завода. Как это сделать? Коап не подходит. Два месяца, я привет, посылаю дальше, что-то. Все, срок прошел. Значит, какой-то механизм должен быть разрабатывать. Вот это, вот это, да. Там есть дыры, я согласен. Но он в любом случае улучшает положение рамок. Этот проект. И поэтому, вот этот день единых действий, это тоже очень хорошо, но вот это очень помогает. Мы провели три пикета, вот буквально с 19-го до 21-го в Питере. Против судебной волокиты и защиту конституционных прав грамм. Это, опять же, проводили, ну, конфедерация профсоюзов, Октябрьской дороги и там, при поддержке других профсоюзов. Провели три пикета. Причем на пикеты пришло не так много народа. Три, четыре, четыре. Однако по девяти каналам, в том числе по РТР, показали это дело. Это раз. По шести радиостанциям сказали об этом. И в нескольких газетах, ну, где-то порядка десяти газет, напечатали статьи по этому поводу. Дела вот этих судей, которые, ну, фамилии которых мы написали на плакатах, сразу взяли для проверки в городской суд. То есть суд, суд, субъековский раз. Все дела. Судьи сразу зашевелились. Причем очень хорошо зашевелились. Многие дела просто тут же были вынесены на решение. Другой вопрос, хорошие, плохие, то есть, ну, решение будет вынесено. Некоторые дела по два, по три года там, езжали в этих судах. И ничего, а тут хоп, сразу готово. Это польза есть, есть. Резонанс есть. И мы же не собираемся останавливаться. Мы хотим дальше продолжить это. В октябре несколько пикетов, в ноябре, в чем какой-то завершающий этап, там, у областного городского суда, там, у ЗАПСа, еще там где-то. И на пикетах принято обращение. И послали, в том числе Миронова, полномочный по праву человека, представителю президента у нас в регионе. Это уже тоже, им надо будет отвечать. Есть закон, в течение месяца они должны ответить. Не ответят, дальше будем действовать. В том числе даже международность. Коллективные договорают хорошо. Вот сначала не могли добиться, да? Но вот машинисты у нас сейчас добились, чтобы подписали с ними коллективный договор, наконец-то. А теперь будем добиваться разрастными свободными профсоюзами наравне с НПР. Тоже подписываться. Я хотела бы затруднить вопросы. Представьте справа. Да, Десецкая Нерандреевна, АО «АвтоВАЗ», профсоюз, зампредседательского комитета, член профкома в союзе деятельности. Работаем или ровно? Поднапрягай в полице. Я в чем убеждаюсь? Я убеждаюсь на практике уже, в своей практической работе и по действиям, которые мы проводим в коллективах. Непосредственно люди труда и вот такая жизненная позиция активная, значит, все время занимаюсь общественной работой. И поэтому в том, что я убедилась лично сама на практике, я пытаюсь убеждать других и меня уже, ну, я не знаю, возможно ли переубить вообще дружат, когда я убеждаюсь сама. И вот я на что бы хотела обратить внимание. Вот эти социальные страхования, например, один пункт в бюро. Значит, профсоюзцы у нас всегда занимались разделением. Сейчас у нас такая практика развивается на заводе, вот в нашем цехе в частности. Мы создали комиссию по социальному страхованию, куда вошли представители профсоюзов и человек, значит, который у нас уполномоченный по социальному страхованию, который, ну, нашли возможность статья освободить его, и он там находится. И вот в этой ситуации комиссия, значит, должна распределять вот эти путевки или хотя бы принципы распределения, и уполномоченный по социальному страхованию, она должна выполнять вот эти принципы, а профсоюзы контролировать должны их. Но на практике пока у нас звучит коллективный договор сборочно-кузовного производства, который юридической силы не имеет и не является приложением к коллективному договору завода, там пунктик все-таки вставили уже в поправках, тоже его немножко не заметили, что распределяется уполномоченными по социальному страхованию и цеховыми комитетами. Вот к чему они рвутся и стараются не отдавать это, вот это распределение. Ну мы этот пункт уже в выступлении на последней конференции указала, что как его тихонечко внесли и не обратили внимания на него. И в цехе, когда такая формулировка есть, она дает право одному профсоюзу ущемлять права других, когда тихонечко они говорят, что ты смотри, в каком ты профсоюзе там находишься, ты смотри там, ты думай, ты человек там не глупый и все такое. Вот такую работу они проводят среди коллектива. И мы на практике, например, находим вот такие случаи, когда они, ну можем доказать, когда это очень сложно доказать, и доказывают, что опять профсоюз стремится к распределению. Вот такая вот практика, когда комиссия по социальному страхованию, а у нас комиссия по социальному страхованию на уровне производства и завода сделана, мы туда включаем тоже своих людей со своего профсоюза и стараемся их не пропустить, вот такая, в нашу комиссию производства не пропустили человека, сейчас мы протестуем это и вводим своего человека туда. Это дает нам право контроля. Но, естественно, там какое-то, значит, насилие, конечно, профсоюза более многочисленного. Мы стараемся, чтобы на равных условиях были. Вот я считаю, вот в этом направлении нам надо развиваться. Социальное страхование не должно быть там прерогативой профсоюза какого-то, а вот именно комиссии по социальному страхованию должны этим заниматься. Вот это моя твердая убежденность. Теперь, по восьмому проекту. Я, значит, немножко хотела вернуться на год назад. Мы были на съезде соцпром, и там позиция хрена была. Он поддерживал очень правительственный взвод и говорил, что есть такая тактика, нельзя там все решать в лоб, а можно принять основу, допустим, правительственных взвод и поправками его довести до такого уровня, что он будет такой хороший, как вот он сделал, там, участвовал в разработке проектов, там, о коллективных трудовых спорах и о полноговорах. Это, говорит, хороший. И мы там тоже поправками сделали. Но взвод – это тот закон, значит, которым мы не имеем права рисковать. Это основополагающее, это то, что у нас осталось. И эта позиция, вот мы с различных регионов, люди у нас приезжали на семинары, как раз по позициям по отношению в ЗОД, она доминирует у всех, практически у всех. Никак там невозможно было, хоть у нас Иванов присутствовал и говорил, что какой хороший проект во СМИ, там говорить в положительную сторону. А мы не хотели. Даже несмотря, что большинство на этом семинаре-то были работники нашего завода, работники нашего профсоюза, которые Иванова поддерживали на выборах. И здесь вот то, что вот этот проект родился в спешке, он, естественно, он не может быть. Действительно, может быть там завуалированный вот этот правительственный проект, как сейчас нам его предлагают. То же самое. Вот его позиция сейчас такая, что его можно принять за основу и поправками его довести. Вот эта позиция, которая совершенно, она как-то никого она убедить не смогла. Не смогла никого убедить. Но, значит, я тоже думаю, как и Храмова сейчас позиция меняется. Я думаю, что Иванова тоже она изменится. Потому что его не примут, а если его примут, ответы на него наложат. И за основу опять останется старый ЗОД, который мы можем поправками там исправить. Но по отношению вот тех предложений, допустим, которые нам также вот вместе работая с Ивановым на производстве, какие мы дела вели. Вот, например, я хотела один такой пример только, которая поправка нужна очень нам. Это вот перемещение должно быть обоснованным. Администрация обосновать должна. Если бы они, вот такая поправка была, чтобы увольнение, администрация должна обосновать, а не профсоюз. Вот тогда бы она нас устроила. Прекрасная была бы поправка для нас. А это вот самое основное, что нас не устраивает. Ну, а по беременным женщинам только говорит, ну это ее никто не примет, или вроде она уйдет, что она случайно вроде там попала, по беременным женщинам. Хотя тоже, я вот такой двусмысленности не люблю. И тем более в таких вещах, вот как вот этот самый ЗОД. Теперь вот по сверхурочным работам. У нас, значит, такая практика сложилась сейчас уже на заводе, что у нас, например, буквально какое-то время назад, вот допустим, ну более года, людей уговаривали поработать сверхурочно. Сейчас у нас, наоборот, такая ситуация сложилась. Это в связи с тем, что у нас заработная плата с 93-го года, это не 100% индексация, она у нас снизилась. И, ну, может быть, денежным выражением она несколько выше смотрится, а фактически она снизилась. И у нас доказали, что она ниже стала прожиточного минимума. Вот, хотя там у нас на конференции рисовали эту красную линию, показывали, что у нас сверху наша заработная плата, фактически она снизилась. Там доказали прямо на конференции, даже по ценам столовой, как в рабочей столовой заводской. И люди, значит, сейчас люди у нас, очередь стоят, у нас списки, кто будет работать сегодня, кто будет работать завтра. И вот это вот такая ситуация, что люди хотят работать, она, конечно, может быть... Вот у Иванова тоже мне нравится, что вроде я остаюсь, я работаю, но это не значит, что я хочу работать сверхурочной. Это значит, что мне не хватает той заработной платы, как бы, в тех условиях, какие меня поставили. А мне сегодня кормить надо, ни завтра, ни послезавтра, когда я добьюсь этой заработной платы повыше. Мне сегодня надо свою семью кормить. Поэтому, значит, даже те люди, которые категорически отказываются от сверхурочных работ, они сейчас так же стоят в очереди вместе со всеми. И пенсионеры остаются работать, и эти ноги детей бросают и работают. Что в соответствии с положением Совет Трудового коллектива действует, наделен определенными правами и обязанностями, естественно. Так, и когда, кстати сказать, разговор о том, что Совет Трудового коллектива должен думать о эффективности производства, повышения и так далее. Совершенно справедливо. Я соглашаюсь всегда с администрацией, да, мы, а как же. Рабочие так же заинтересованы высокой эффективностью, как и вы. Другое дело, что интерес у нас разный. Вы хотите заставить рабочих работать больше за бесплатно, а мы хотим работать лучше и за деньги. Вот и все. Вот принципиальная разница. А интерес и эффективность у нас один и тот же, чтобы завод зарабатывал больше денег, чтобы мы получали больше влаг, чтобы мы уютнее себя чувствовали. Вот и все. Вот разница в позиции. А задача одна и та же. Совершенно верно. Я неправильно вам предъявляю претензию, что вы должны об этом думать. Другое дело как. Человек, будто профсоюз об этом не думает. Профсоюз, а вот профсоюз, вот здесь у нас нет конфронтации на заводе между профсоюзом и СТК. Почему? Потому что профсоюз с эффективностью производства, мы договорились, дорогие товарищи, это не ваше дело. А зарплата. Охрана труда, ради бога. Соцстрах, ваше дело. То есть, вот бытовые вещи, вот это вот все, ну, социальную сторону деятельности предприятия, да, это дело про Совет. А зарплата? Да? Главная зарплата. Зарплата тоже их. А вот производство, контроль за производством, вот это дело Совета Трудового. Вот это дело. Конечно, Совет и, так сказать, профсоюзная организация, мы перехлёстываемся в определенных вопросах, но это не минуем, потому что единый организм, нет вот такого жёсткого деления, что вот эта половина считается, что нет такого. Но конфронтации у нас нет, когда мы зону влияния распределили, договорились, нет, и профсоюз нам помогает, и вы помогаете. И профсоюз, профсоюзная организация, так? И Совет Родового, все, по-моему, это нормально. Вот это нормальная ситуация. Когда зону влияния, мы, ну, условно, естественно, но разберемся. А защита прав работников, куда отнесли? Значит, защита прав каких? Защита прав каких? Что значит защита прав? Опять общий. Защита прав, это вообще дело, дело, всех членов профсоюза и всех членов трудового коллектива, уже здесь не надо. Значит, когда, когда на конференции на профсоюзной встают и говорят, а вот наш председатель нас не защищает, я всегда спрашиваю, вот вы предъявили претензию, что вы сделали для того, чтобы себя защитить? Он говорит, а я чего? Нет, он не прав. Выбрали правком, потому что правком не защищал. Если человека незаконно решили премию, выговор дали, он не знает, как себя защитить. Пришел в профсоюз, а он говорит, а что ты сделал? Совершенно справедливо. Значит, я с вами согласен в том плане, что правком является органом организации, я обращаю внимание, а не органом, который является организацией. Он орган организации. По этому поводу, вот здесь выступали всегда докеры, я всегда восхищался чем, что у них любое решение, любой вопрос выносится практически на всех членов коллектива, на всех членов профсоюза, и не профсоюзный комитет решает. Профсоюзный комитет – координирующий орган. Решение принимается с участием всех. Вот все предложенные здесь мероприятия, я считаю, просто необходимыми. Мало того, ну, наверное, мы будем обсуждать этот вопрос, все-таки нам надо как-то решить, чтобы вот этого бодания между профсоюзными организациями разными, МПР, здесь вот звучит критика, причем такая жесткая, вот, в сторону МПР, там, соцпроф и так далее, вот на этой, вот в этой борьбе за трудовой кодекс не должно быть, вот здесь конфронтации, не должно быть конкуренции. Я считаю, что здесь надо работать въедино. Вот у нас в заводе, например, благодаря, благодаря, я считаю, тому, что вот Союз трудового коллектива, а это все-таки в изначале были люди, скажем так, политически активные, а профсоюз в это время до сих пор заявляет, что ну, где политики? Вот люди политически активные, то все равно поддерживают профсоюзные организации, профсоюзный комитет, и у нас по поводу, значит, вот трудового кодекса нет вообще никаких разнообразий, абсолютно. Сейчас здесь вот прозвучало, что нацелили, значит, ФМПР, руководство на то, чтобы поддерживать проект восьми. Значит, у нас представитель правкома, она вообще не понимает этого, она введали их от следа, вот, рассказал, ну, как же так, мы принимали решение конференции, мы поддерживали остановкой работы этот кодок, все, мы за этот кодок, вот, пожалуйста, то есть, действительно, олицетворять ФМПР со Шмаковым, это неправомерно, внизу отношения другие, и эти отношения во многом мируем мы, сами. И наша задача, и наша задача профсоюзные организации не за вы, прежде всего, развернуть в нужные нам стороны, а говорить, Васька, слушай, доезд, и при этом обижаться, ну, бессмыслишься, на обиженных ты знаешь, что делать. То есть, вот, призыв к координации действий различных организаций, я считаю, что надо тут перепить еще чем-то, но это, наверное, будет другой вопрос, ну, все, что я хотел бы сделать. Ну, для того, кто не знает, мне хочу сказать, что я единственный, я остался рабочий в цехе инструментальным, завода до сих пор работаю. Это то, что, как наши заводы стараются уничтожить, а кто старается выжить, теперь, значит, стараются бороться. Значит, когда я ехал в поезд Дома-Золгорода, помню, как в поезд заходили на остановках, дети даже, кстати, с той продукцией, которую делают эти заводы, родители, значит, которые выдавали эту продукцию, часы там, устали и так далее, прямо плакали, просили купить ее, потому что дома кушать нечего. Поэтому и у себя, когда на заводе, когда нам предлагали вместо зарплаты телевизор, который мы выпускали, сейчас тоже начали выпускать пониходу, вот, я сразу это вспомнил и стал копаться, мне дали посмотреть, значит, декларацию прав человека, где четко было написано, что запрещается выдавать, значит, продукции, значит, зарплату, Россия подписала декларацию, то есть, где, тогда я стал говорить, значит, руководителям, вы что делаете, вы, во-первых, себя ставите вне закона, то есть, вы обязательства России игнорируете, то есть, преступники. Они, значит, вершат, а кто вершит, он это имеет успех, то есть, через его структуры собирается, значит, как вот, коллектив, собрание, вот, а уж какая там, значит, процентная составляющая от работников хотя бы, конечно, уже там отрегулированы, получаются нужные результаты. Поэтому здесь, вот, в целом, я не говорю о ЗОГе, но если ЗОГ будет приниматься, тогда такие ключевые вопросы, вот, которые надо внести, там надо подработать. Вот один, что такое, значит, торговой, значит, коллектив и его полномочия, потому что на нем часто играют, играете в нашу пользу, значит, вот. А про союзному движению, которое сейчас началось, вот, допустим, значит, защита начинает в разных регионах пробиваться, скажу прямо, значит, бой идет крепкий, и на стороне работодателя, органы прокуратуры и так далее, куда мы не обращаемся, значит, все эти вот государственные структуры, значит, явно нам отказать не могут, но начинают, значит, явно не замечать нарушения законов, стараются это все сгладить и так далее, то есть, в полной мере находится на стороне работодателя. Поэтому нам очень часто надо как-то объединиться, хотя вот Лев Васильевич занимается этим еще, чтобы помогать друг другу, как это вот стену пробить, а пробивать ее надо, значит, иначе, ну, что осталось у рабочих, у работников, ну, нету, значит, вы говорите, профсоюз тоже, ну, читаю, по ресту на авазе что-то есть, а на газе вот еще нету, и еще там много предприятий нету, а, значит, это же серьезная работа, защита прав работника, вот только мы организовали профсоюз, только вот я чеечку и сразу пошли в вопрос, нам этому помочь, нам этому помочь, знаний не хватает, времени не хватает, значит, это вот так легко сказать, давай организуем, только организовалось, вот спутанно тем всем, вот, оказывается, вот, поэтому у меня просьба и цельного выступления, вот тут вот собравшись, значит, проработать механизм помощи тем организациям, которые пытаются встать на ноги и бьются за то право, чтобы закрепиться в коллективе, не хватает сил этим, не хватает опыта. Проект очень эффективный, он просто, так сказать, его необходимо срочно принимать, если мы хотим обеспечить экономический рост, то поднять эффективность и сроки. Если мы этого не хотим, если мы не дальше хотим, то мы ищем прибыль, которая тут же будет владеться за то, что наше пользование, ну, тогда давайте вот идти по этой линии. Ну, тогда это просто разрушительный проект, и, так сказать, они направлены на разрушение отечественного производства, в том числе и фокалистического. Сейчас у нас такой предназ уступает. Вот я думаю, эту мысль мы всегда должны иметь в виду и всегда ее подъявлять, и всегда быть готовы ответить на вопрос о том, не упрек, что у вас не юристичнее не считается стремной эффективностью общественного производства. И второе, вот меня все время поражает, как трудно, небольшой круг людей, за которым стоят очень основательные организации, сумел развернуть все это колесо. Уж какие силы, действительно, бросают на протаскивание этих драконовских проектов, а ничего не могут быть. Во-первых, вот мы представляем линию на подъем отечественного производства, и она закономерна. Если России хочется развиваться, а такие силы есть, и заинтересованные общественные силы есть, при этом рабочей части, то мы поставили парус, осенью наш парус небольшой, но ветер будет не очень мощный, поэтому наш корабль быстро все-таки идет, хотя вот против этого течения, которое провисит. Во-вторых, мы вот сегодня повыясняли, что люди потрясают и ничего не читают. Я думаю, мы нигде больше в России, в России, подчеркиваем, не найдем аудитории, больше нашей, где бы собрались люди, читавшие проекты, настолько сканали, читавшие кодексы. Поэтому, товарищи, дорогие, здесь собрались сегодня огромные просто силы, которые никто в интеллектуальном плане, в какой предстоятель не может, просто силы не знают. Они может способны, со степенями и так далее, но не читали, не изучали, не сравнивали, и, по крайней мере, не делали так систематически, как и. Мы уже это делали на протяжении 5 лет. 5 лет назад здесь стоялась конференция, на научно-практической и научном плане поставили вопрос, выступала, и Татьяна Васильевна тогда, тоже еще. И вот мы этим занимаемся, занимаемся, занимаемся. И 5 лет назад, когда на РКВ, даже анкету проводили, знаете, вы трудовые права. Вот честно, люди ответили, нашему, которые многие из тех, которые здесь сидят, нет, не знают, что трудовые права. Не знают. А уж не говори то, что бастовали. Про что это ответит? Здесь люди, которые знают кодексы, проекты, лучше, чем кто-либо в России. Здесь много собралась людей. И, тем самым, они могут примитировать эти работы, а коллективные они ведут просто как-то за очень компетентным этим. Я думаю, если наш российский комитет рабочих будет эту работу продолжать, то придут и больше еще успехи. А уж видите, в нашем управлении совершенно так. Субтитры предоставлены объединения Точмаши Владимирского государственного предприятия. С сегодняшних всех выступлений как-то раз так получается, как на танку теперь существующих партийных собраний. Собирается сторонник, начинает друг друга убеждать в том, что вот надо принимать, что надо что-то решать, хотя мы и так заведомо знаем, что это надо делать. Когда мы свои сторонники, что-то есть абсолютно. Из всех этих сегодняшних выступлений, но я не имею в виду, конечно, не наших докладчиков, мне больше всего пудряться. Он выступал так, это хоть какая-то, что-то другое сказал. Потому что он показал, как могут работать Совет Трудового коллектива и профсоюз. Очень так нормально. То же, что, в принципе, вот у нас на заводе есть. Конечно, он послабее сейчас стал Совет Трудового коллектива работать, потому что как-то тут запустили. Но в отделе подразделениях вообще работает отлично. И Совет Трудового коллектива это тот орган, который в общем-то решает большинство производственных вопросов. А профсоюза дело защищать зарплату, если ее не дают вовремя, защищать трудовые права, и никто им не мешает. Вот мы будем сегодня говорить о нашем проекте «Код закона в труде». Я совсем недавно, буквально не слишком давно был на этом совещании Совета Трудовой коллектива России, в которой я являюсь, там вот возник такой вопрос, естественно, и было бы неплохо, если, так вот, если, значит, будем вносить новые проекты. Правильно все это Михаил Васильевич сказал, что может так получиться, что придется вносить новые проекты. Хорошо бы было тогда все-таки закрепить в этом «Кодексе законов о труде» и понятие по Совете Трудового коллектива и Трудового коллектива. Потому что вы знаете, что в ныне существующем законодательстве там всего осталась одна статья, которая что-то дает, какую-то возможность, значит, влиять на это дело только в одном случае, когда там то ли приватизация идет, когда собирается то ли какие-то конференции на руке. Вот мне надо будет в следующую субботу выступать перед движением в следующую субботу. Тех, кого мы будем собирать, именно вот по «Кодеку законов о труде». Потому что по линии КПРФ пришел, значит, проект, проект 8. Естественно, что будет ставиться вопрос о том, что надо его поддерживать. В ходе подготовки, вот сейчас, значит, наши юристы, которые работают вместе с нами, сейчас готовят сравнительную характеристику. Вот, крайне вся, значит, вот эту газету, вот, которая вот, она мне была прислана, крайне вся, я ее где-то затерял. Хорошо, что я когда-то был в Воленграде, но Михаил Васильевич, он мне дал там, значит, эти разработки, и я все-таки нашел. Было бы, конечно, вот этот анализ, который вот сейчас здесь вот я взял, который за оставшиеся дни, естественно, будет распространен ростом всем, кто будет принимать участие, он вполне нормально и очень хорошо показывает разницу, показывает положительные стороны проекта, значит, нашего, как мы его говорили, Авеляния Шейина, вот, и я думаю, что на его основе можно, если довести данное положение до трудовых коллективов, так это коротко, вот это, по-моему, довольно достаточно коротко изложено, основные функции, основные вопросы, где нас, так сказать, могут ударить и ударить сильно. Я думаю, что если будет доведено до каждого, и вот весь кодекс, кодекс правильный, никто читать, в общем-то, не будет, кроме специалистов или людей заинтересованных. А вот такой вот коротенький анализ, где сразу видно, который будет доведен на, в тех случаях, когда даже если это возможность, там, на конференциях, на союзных конференциях, в этот период их собраниях, мы можем получить нужный результат, и то, что рабочие поймут, что вот, в каких условиях мы можем понять. Хотя, если честно, в этом комитете, тогда была поставлена была задача, во всяком случае, на первый период, если не удастся, значит, провести новый, о чем мы говорим, о проекте нашим, значит, хотя бы провалить все подряд, но оставить советские. Это программа минимум. Удастся ли сказать, мы будем очень благодарны нашим депутатам, и вот это собрание, которое будет проходить в этом условии, оно в какой-то степени направлено и на то, чтобы заставить депутатов Государственной Думы под Владимирской области, а их три человека, и все они, значит, ну, так или иначе члены КПРФ, значит, один ограничен, два члены КПРФ, значит, заставить их, влачу заставить партийной, выступить против, потому что правительство это на сто процентов, значит, проекта восьми, чтобы я его познакомился, значит, я, в связи, лучше буду такую линию вести, потому что, действительно, принцип, принцип должен быть один, принят, все, что ухудшает ныне существующее положение, должно отвергаться. Ниже падать, так сказать, нам некуда. Другого у нас, так сказать, выхода нет. Но как это получится, я, конечно, не знаю, и как Василий знает, сколько я сил тогда приложил, чтобы заставить наших депутатов, значит, отозваться никто не отказывался, все были за, но, конечно, в итоге, так сказать, каждый считал, что это не его дело. Вот это то, о чем я, так сказать, хотел сказать, и все-таки думаю, что нам бы не надо все-таки создача только на одном вопросе. Вот кодекс и не оказывать помощи тому закону, который прошел первое чтение Государственной Думы, это закон о трудовых коллективах. Закон о трудовых коллективах, если будет принят без того, что из него там, значит, уберут очень многое, он мог бы оказать огромнейшую помощь и нам, вот и в нашей работе. Промсоюз это одно, Промсоюз должен заниматься жесткой защитой интересов трудящихся и тех, кто работает на производстве, все-таки закон о трудовых коллективах, если бы мы его восстановили, тут и советы заработали на предприятиях как положено, это была бы дополнительная, на мой взгляд, защита, тир прав, которые мы сейчас обладаем. Я думаю, что тот факт, что нас на заводе, в нашем объединении был сохранен совет трудового коллектива, и мы не подрались с профсоюзом, хотя и деремся, не подрались до такой степени, что организм отступили, то мы, наверное, давным-давно были каким-нибудь акционерным обществом. А так, как только начинали на нас давить и как только давить, значит, мы объединяемся против, может быть, конечно, хорошо, что и директор против. У нас ни один директор не выступал за то, чтобы с этим разобщать. И вот четыре попытки, которые мы родили, все четыре попытки оказывались безрезультатными. Хотя мы и оборонные предприятия, и так далее, и тому подобное. Значит, четыре раза нас пытались сделать акционерным обществом, и четыре раза мы все-таки от этого отбивались совместными усилиями и доказывали, что нас надо сохранить государственный статус, и, может быть, из-за этого мы и не упали. Потому что мы бы упали с десяти тысяч до пяти, потом поднялись до шести, до семи. Сейчас мы находимся почти на том уровне, какой был у нас до начала этих четвертых лет. Где-то уже около девяти тысяч. И нам нужны рабочие, на заводе у нас есть объявления, но, конечно, нам нужны не рабочие, а нам нужны специалисты. Высокополифицированные. Высокополифицированные мы платим за зарплату значительно выше той, которая на заводе, хотя бы в оборонной мощности, он возникает, что у нас наиболее достаточно высок, около двух тысяч за зарплату среднее по заводе. может быть, вот то, что вот сохранили мы все эти свои структуры, и дал нам возможность сохранить и все свое производство. за счет представителей трудовых коллективов города Сочи. Вошли там сначала семнадцать, затем больше представителей. В чем дело? Вот сейчас много вопросов ставится. Всего товарища. На трудовом кодексе новом. Тот, который редактировали филиал нашей Академии рабочих. Тот, когда Шмаков выступал и запретил проводить участие в митинге тринадцатого августа, в городе Сочи мы совместно с партийными организациями, с профсоюзными организациями решили все-таки что? Провести. Из тридцати шести городских комитетов профсоюза на митинге присутствовали тридцать четыре. Одна только отсутствовала по причине того, что они проводили там мероприятия в другом районе. И все тридцать четыре комитета поддержали вот этот трудовой кодекс, который разработан профсоюзами и Академией рабочих. Ни одного не было представителя профсоюза, который выступил бы против. А Шмаков об этом знает? Шмаков не знает, но мы информацию дали. Государственной Думы дали, что мы поддержали. Это мы дали. Это первый вопрос. Теперь второй вопрос. Здесь товарищ Владимир поднял его. Второй вопрос. Мы своему депутату Государственной Думы второй раз накачку давали. Ваш герой Советского Союза. Летчик-космонавт. На качку за что давали? А за то, что закон о трудовых коллективах, он отсидел одну Думы и так не провели его в жизни. И сейчас сел что? Во вторую Думу. Пора бы ребята из КПРФ подумать. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ